Часть четвертая. 1967-1977 годы. Десятилетие войны. Глава тринадцатая. Шесть дней, изменившие Ближний Восток. Шестидневная война, которую арабы назвали «Июньской войной», еще один в череде полномасштабных вооруженных конфликтов, известных только по датам в арабской историографии, разразилась без всякого предварительного умысла с обеих сторон. Никто даже и не предполагал, что это произойдет. Вот он, пример ослабления безопасности в результате потери контроля, неизбежно приводящий к столкновению. Эта война также выявила ограниченность военной разведки, неудачи дипломатии и то обстоятельство, что выбор, сделанный лидерами в решающие моменты, определяет ход истории. Каждые девятнадцать лет еврейский и григорианский календари совпадают. В 1967 году прошло девятнадцать лет с основания государства, и День независимости, который всегда отмечается пятого ияра, приходился на 15 мая, как и в 1948 году. Ежегодный парад армии обороны Израиля проводился каждый год в разных городах, и в 1967 году настала очередь Иерусалима принимать гостей. Поскольку соглашения о перемирии запрещали ввод тяжелого вооружения в Иерусалим, Сахал не демонстрировал свою бронетехнику, и парад прошел скромно. Во время шествия зрители заметили, что главе администрации Исхаку Рабину была вручена записка, которую он передал премьер-министру Левия Школю. В ней говорилось, что египетские бронетанковые части вошли в Синай. Эта новость явилась звеном в цепи событий, откованной несколькими днями ранее. Все началось с того, что Советы передали Сирии и Египту разведывательные данные. Израиль сосредоточил 12 бригад на севере Израиля и собирается атаковать Сирию. В то время у Израиля не было планов подобной атаки и не было сосредоточения сил на севере, но русские отказались слушать опровержение израильтян. Эшколь тщетно пытался уговорить советского посла посетить Северную Галилею и лично убедиться, что там не собирались никакие силы. Источники американской разведки также отрицали присутствие израильских штурмовых сил на сирийской границе, но русские настаивали, утверждая, что Израиль планировал атаковать Сирию и свергнуть басистский режим. Даже отсутствие бронетанковых частей на параде Цахала было истолковано как свидетельство того, что они скрывались где-то вдоль северной границы. На вопрос, почему СССР передал эту вводящую в заблуждение информацию, пока нет адекватного ответа. Ясно, что ситуация на северной границе обострилась по сравнению с предыдущим годом из-за попыток Сирии перенаправить источники воды Юардана, последовавших за этим рейдов Израиля, и действий Фатха, поддерживаемых Сирией. Все эти события вызвали подозрения Сирии и Советского Союза, что от Израиля последует широкомасштабный ответ. Советы считали радикальное басистское правительство своим самым преданным союзником в регионе, и забота о его судьбе побудила Россию мобилизовать для него помощь Египта. В 1966 году был подписан египетско-сирийский пакт о взаимной обороне, а теперь Насару пришлось выполнить свою часть соглашения. Насар оказался в сложной ситуации. Большая часть его армии завязла в Йемене, а статус Насара как бесспорного панарабского лидера снизился после распада ОАР. Прекращение американской помощи привело к экономическим трудностям в тылу. После израильской операции 1966 года в Самуа Насар настроил палестинцев против короля Хусейна. Теперь у короля была возможность ответить взаимностью. Он утверждал, что Насар скрывался за миротворческими силами ООН в Шарм-аль-Шейхе и в секторе Газа, вместо того, чтобы прийти на помощь своим арабским собратьям. Это иорданское требование соответствовало требованиям высших эшелонов египетской армии о высылке чрезвычайных вооруженных сил ООН, ЧВС ООН и снятии ограничений, на которые Египет неофициально согласился, когда израильтяне эвакуировали с Синая в 1957 году. Армия заверила Насара, что сможет выдержать конфронтацию с Сахалом и победить его. Теперь, когда Советы говорили, что Израиль угрожает Сирии, Насар чувствовал, что должен принять меры. Его первым шагом была отправка египетских бронетанковых войск на Синай. Именно об этом и говорилось в сообщении, переданном Рабину на параде армии обороны Израиля. Следующие три недели вошли в израильский лексикон как так называемый «период ожидания». Сначала израильтяне надеялись, что это нарушение фактической демилитаризации Синая может быть разрешено с помощью тихой дипломатии и сдержанных боевых действий, что позволит Насару отозвать свои силы, не теряя престижа, как это произошло в начале 60-х годов в ходе операции Рот-М. Но на этот раз вступление египетской армии на Синай сопровождалось оглушительной пропагандой, распространяемой арабскими СМИ, чтобы усилить эффект военных действий и подчеркнуть их важность. О тихом уходе египтян не могло быть и речи. Следующий шаг явился естественным продолжением первого. Насар потребовал от генерального секретаря ООН эвакуировать ЧВС ООН из сектора Газа, Синая и Тиранского пролива. Генеральный секретарь Утан, который не участвовал в переговорах 1957 года, и сомнительно, чтобы он осознавал всю сложность ситуации, объявил, что ЧВС ООН будут немедленно выведены. Позже дискуссия сосредоточилась на том, имел ли Насар в виду полный вывод ЧВС ООН или просто передислокацию дальше от линии фронта, но решающим фактором стало то, что эти районы находились под суверенитетом Египта и присутствие ЧВС ООН там зависело от согласия Египта. После того, как это согласие было отозвано, у ЧВС ООН не было никаких юридических оснований, чтобы остаться. Быстрое согласие Утана на вывод ЧВС ООН вынудило Насара предпринять дальнейшие действия. Было немыслимо, чтобы египетские войска сидели в Тиранском проливе и позволяли беспрепятственно проходить судам под израильским флагом или идущим в Израиль. 23 мая Насар объявил о блокаде проливов. Неизбежном итоге эвакуации ЧВС ООН. Все достижения израильской синайской кампании были аннулированы за восемь дней. Престиж Насара был высок, как никогда. Все его предыдущие неудачи оказались теперь забыты, и он приобрел статус паладина, борющегося за панорабское дело, которое устранит израильское присутствие на Ближнем Востоке. В арабских странах от Северной Африки до Ирака СМИ превозносили триумф Насара и предсказывали сионистскому образованию неминуемый конец. На улицах арабских столиц прошли бурные митинги в поддержку Насара под лозунгами, призывающими его сбросить евреев в море. Израиль был не вполне свободен от ответственности за создание напряженности. Примерно за месяц до Дня Независимости столкновения с сирийцами на северной границе обострились в результате того, что сирийские самолеты в воздушном бою над Голландскими высотами были сбиты. В последующие недели произошло более десяти инцидентов с участием террористов Фатха из Сирии. Накануне Дня Независимости премьер-министр Эшколь и глава администрации Рабин сделали заявления, которые прозвучали как «угрозы Сирии». Эти заявления по существу не отличались от заявлений, сделанных в прошлых речах в День Независимости, но сирийцы истолковали их как обещание широкомасштабных рейдов со стороны Израиля в ответ на поддержку сирийскими войсками партизанских действий Фатха против Израиля. Когда начался период ожидания, в действиях правительства Израиля проявились растерянность и слабость, что способствовало усилению напряженности и убедило египтян в том, что они могут пойти на крайние меры, не опасаясь реакции Израиля. После ухода Синая из проливов в 1957 году Израиль определил блокаду как «казус белли» латинский «повод для войны». Теперь правительство во главе с Левиешколем искало способ открыть тиранский пролив, не прибегая к силе. В то же время он искал союзников среди западных держав на случай, если Израиль подвергнется нападению Египта или будет вынужден вступить в войну. Главным возможным союзником представлялись Соединенные Штаты. В 1957 году американцы не взяли на себя обязательство держать тиранский пролив открытым в качестве международного водного пути, но признали право Израиля на самооборону, если Египет закроет пролив. Теперь были предприняты масштабные дипломатические усилия, чтобы предотвратить начало войны, которая могла бы привести к конфронтации между двумя сверхдержавами. Восточный блок, возглавляемый Советским Союзом, считал победу Насара своей собственной и требовал, чтобы Израиль признал потерю своих достижений 1957 года. Однако западные страны не проявили решимости. Президент Франции Шарль де Голь, воспользовавшись этой возможностью, чтобы вернуть Франции статус великой державы, потребовал переговоров между четырьмя державами. В то же время он предупредил, что Израиль не должен вступать в войну, и объявил эмбарго на поставке оружия на Ближний Восток. Шаг, в основном затронувший Израиль, который был оснащен французским оружием и нуждался в запасных частях. Президент США Линдон Джонсон был другом Израиля и в 1957 году, еще будучи сенатором США, выступал против давления администрации Зенхауэра на Израиль. Но теперь он погряз в войне во Вьетнаме, столкнувшись с ожесточенным противодействием этой ужасной войне дома, и последнее, в чем он был заинтересован, это еще один фронт. Обеспокоенность противостоянием сверхдержав усилилась. В течение первых недель ожидания Израиль не получил той поддержки, на которую он рассчитывал со стороны Соединенных Штатов. Американцы сосредоточились на том, чтобы удержать израильтян от нападения и предотвратить эскалацию боевых действий на Ближнем Востоке. Израильтяне стремились заполучить две гарантии, что не будет повторения американского давления 1957 года и что в случае начала войны Соединенные Штаты предотвратят советское военное вмешательство. Американская администрация предложила план «Регата», согласно которому международная флотилия прорвет блокаду и обеспечит свободу прохода через пролив. Но быстро выяснилось, что ни одна страна не готова послать военно-морские корабли для участия в такой операции. Вместо этого было предложено, чтобы международный суд в Гааге провел тщательное продолжительное слушание, а затем вынес решение, является ли пролив международным водным путем или египетскими территориальными водами, как утверждали египтяне. Это решение обеспечило бы Египту победу без единого выстрела. Сдерживающий потенциал Израиля был теперь мертв, поскольку две так называемые «красные линии» его политики — демилитаризация Синая и сохранение Тиранского пролива открытым — были перечеркнуты без участия Израиля. Тем временем Цахал мобилизовал свои резервы. Две армии столкнулись друг с другом вдоль египетской границы. Для израильтян такая ситуация была неприемлемой. Весь ритм нормальной жизни был достабилизирован, экономическая активность была заморожена, а напряжение достигло предела. Теперь Израиль переживал трудные времена. Безумие, охватившее арабские государства, угроза уничтожения, которые с утра до ночи звучали из арабских СМИ, особенно по радиотелевидению, у Израиля еще не было собственной телевизионной сети, но транслировались арабские передачи, создали атмосферу, как накануне Холокоста. Снова собирались уничтожить евреев? Председатель ООП Ахмед Шукайри заявил, «В случае большого пожара никакие евреи не выживут». Снова громко и ясно прозвучали разговоры о Второй мировой войне, поскольку израильтяне восприняли очевидно нейтральную позицию западных стран как отказ от своего слабого союзника, оставление его во власти агрессора. Снова и снова комментаторы сравнивали Израиль с Чехословакией, которую западные державы сдали нацистам после подписания Мюнхенского соглашения. Французский еженедельник Лекс Пресс опубликовал заголовок «Мурир Пур Акаба» «Умереть за Акабу», вызывая ассоциации с заголовком «Умереть за Данциг», который появился накануне Второй мировой войны. Ответ заключался в том, что нельзя рисковать развязыванием мировой войны ради Израиля. 3 июня 1967 года бритцанский журнал «Экономист» заявил «Простой факт заключается в том, что у нас нет честного призыва к борьбе с арабами, потому что они на один шаг, тем не менее очень важный, обошли Израиль. Запад желает сохранить Израиль как жизнеспособное государство и будет бороться, если тому станет угрожать опасность. Но потеря тех достижений, которые завоевал Израиль во время кампании на Синае, чему способствовали англо-французские действия в Суэце, не то же самое, что разгром Израиля. Израильтяне больше не спорят с позицией очевидной силы, президенту Насору приходится выбирать роль между местным арабским бисмарком и государственным деятелем, претендующим на мировой статус. У израильтян выбор гораздо меньший и более мрачный — схватить мяч мира, если он когда и будет брошен им. Глубокая, почти осязаемая тревога охватила народ Израиля. Сотни тысяч израильтян либо пережили Холокост, либо потеряли в нем своих близких. Судно Дейхманам за несколько лет до этого усугубило сознание всеми израильтянами Холокоста, а вместе с ним и страха уничтожения. По слухам, в приближающемся конфликте должны были погибнуть десятки тысяч человек, а ужас воздушных налетов на населенные пункты усилил чувство беспомощности и страха. Слабая реакция западных держав и воинственные, высокомерные, торжествующие голоса арабских государств создавали ощущение изоляции и осады. Единственным союзником, который безоговорочно поддерживал Израиль, был еврейский народ. В течение первых двух недель ожидания американские евреи не осознавали, что это настоящий кризис. Затем арабские угрозы самому существованию Израиля стали мало-помалу проникать в их сознание. Будет ли еще один Освенцим? — Второй Дахау? — Еще одна Треблинка? — задавался вопросом философ Абрам Иешуа Хэшель. Мобилизация в поддержку Израиля была необычайной. Такого теплого и недвусмысленного выражения самоотождествления и поддержки народа Израиля со стороны американского и европейского еврейства не было с 1948 года. Поддержка принимала форму пожертвований, призывов об оказании помощи, митингов и попыток политического давления, особенно в Вашингтоне. Еврейская солидарность была трогательной и особенно заметной, учитывая холодное отношение к Израилю со стороны остального мира. Настроения в армии резко контрастировали с настроением общественности. Командование Цахала не сомневалось, что сможет победить египетскую армию, особенно если атаковать первыми. Тем не менее, согласно оценкам, несмотря на то, что сражение завершится победой Израиля, потери составили бы тысячи человек. Генеральный штаб Цахала потребовал санкций начать войну, но правительство не смогло принять решение. Голосование, состоявшееся 27 мая, закончилось равенством голосов между сторонниками немедленных действий и теми, кто хотел, чтобы дипломатия шла своим чередом. Премьер-министр Левиешколь, выступавший за немедленные действия, не захотел принять такое роковое решение, отдав свой решающий голос и был намерен выжидать. Об этом он сообщил по радио 28 мая. Это заявление, вошедшее в израильские предания, как «заикающаяся речь», поскольку Эшколь не мог разобрать текст перед собой и запутался в своих словах, усилило и без того значительную напряженность в каждом израильском доме в тот вечер. Речи Школя продемонстрировала слабость, как и его заявление о продолжении ожидания, общественное мнение Израиля, особенно в том виде, как его выражали средства массовой информации, утратило веру в лидерские способности премьер-министра именно в тот момент кризиса. Сначала ожидания некоторые общественные деятели, в том числе лидер оппозиционной партии Менахем Бегин, предложили вернуть Бен-Гуриона из его добровольной ссылки в Сдебокер, но Бен-Гурион полагал, что Израиль не должен вступать в войну без какой-либо державы в качестве союзника, как это было в 1956 году. Он подверг критике начальника штаба Исхака Рабина, который обратился к нему за советом, утверждая, что его воинственные заявления и мобилизация резервных частей на первом этапе ожидания, даже несмотря на то, что мобилизация была ограниченной, загонят Израиль в ловушку при неблагоприятных условиях. Он призвал укрепляться и выжидать. Разрываясь между колеблющимся правительством и готовящимся к битве генеральным штабом и задетую упреками Бен-Гуриона, начальник генштаба пережил нервный срыв, и ему было приказано отдохнуть в течение двадцати четырех часов. Он вернулся к своим обязанностям двадцать третьего мая. После двадцать восьмого мая, под давлением общественности, в политическую систему было направлено требование смены руководства и члены кабинета призвали передать портфель оборонного ведомства, которое школь занимал помимо должности премьер-министра кому-нибудь другому, у кого был опыт работы в сфере безопасности. Основным претендентом был Моше Даян, триумфатор Синайской компании. В то же время Национальная религиозная партия НРП настаивала на расширении правительства за счет включения в него партии Гахал, Гусх Херут Либералим, блок Херут Либералы, основанный в 1965 году, и Рафи Ресхимат Пуалей Израэль, список рабочих Израэля, которое отделилось от Мапай в результате так называемого Дела Лавона, Это было сделано первого июня, вследствие чего сформировали так называемое правительство национального единства. Менахем Бегин был назначен министром без портфеля, а Даян стал министром обороны. Тридцатого мая король Хусейн вскочил на подножку панарабского национализма. Он осознавал, что Сирия и Египет постоянно подрывали его режим, изображая короля пешкой западного империализма. Но учитывая общественный энтузиазм, особенно среди палестинцев, собственной стране и ожидания неминуемого конфликта, Хусейн чувствовал, что у него нет выбора. Если бы он не присоединился к борьбе, то потерял бы легитимность в глазах своего народа независимо от того, выиграет ли Египет или проиграет. Он прилетел в Египет и подписал с Насаром пакт о взаимной обороне. Хусейн даже поставил собственную армию под египетское командование и впустил подразделение иракской армии на свою территорию. Многие историки рассматривают этот пакт как соломинку, сломавшую спину верблюда, поскольку документ напрямую касался обороноспособности Израиля, угроза на протяженной уязвимой восточной границе Израиля была недопустимой, вступление иракцев в Иорданию стало еще одним поводом для беспокойства, связь между иорданской и египетской армиями усиливало ощущение осады, период ожидания Должен был дать президенту Джонсону возможность изучить все условия открытия Тиранского пролива мирными средствами. Шли дни и становилось ясно, что эта надежда тщетна и что американская идея создания флотилии для прорыва блокады является несбыточной мечтой. Между тем, для израильтян проблема проливов стала вторичной по сравнению с противостоянием двум полностью мобилизованным армиям на южной границе без какой-либо возможности избежать столкновения в будущем. Американцы не предоставили Израилю санкции на нападение, но дали понять, что не будут выступать против действий Израиля. Меир Амит, глава Моссада, вылетел в Соединенные Штаты 31 мая, чтобы выяснить позицию Америки и вернулся в Израиль с так называемым «желтым светом». Соединенные Штаты, по его словам, не будут, так сказать, сидеть шиву, то есть горевать, имеется в виду семидневный период еврейского траура, если Израиль нападет на Египет. Страх повторения американского давления на Израиль, как в 1956 году, ослаб, хотя и не рассеялся полностью. 2 июня новое израильское правительство приняло решение начать войну. 5 июня, после трех недель выжидания, Сахал начал наступление. Шестидневная война была наиболее краткосрочной и самой исключительной из всех войн Израиля с точки зрения размаха победы, относительно низких потерь и завоеванной территории. Израиль под давлением был втянут в эту войну без заранее запланированных целей, развитие ситуации было определено министрами и общественным мнением, командующими на местах и военными успехами. Израиль начал войну, чтобы победить египетскую армию и открыть Тиранский пролив для израильских судов. Он закончил войну, достигнув полного контроля над сектором Газа и Синайским полуостровом вплоть до Суэцкого канала. В течение трех часов израильские ВВС уничтожили ВВС Египта, затем Израиль переключился на уничтожение военно-воздушных сил Сирии и Иордании. Именно эта воздушная победа решила исход войны. В течение двух дней египетской армии на Синае был нанесен решающий удар, и она отступила, а Цахал повис у нее на хвосте. Даян хотел остановиться в десяти километрах от канала, чтобы не допустить его закрытия, поскольку это осложнение нанесло бы ущерб отношениям Израиля с крупными державами, но кампания развивалась таким образом, что Цахал вышел к берегу канала. В то же время разразилась война с Иорданией. В первый день иорданцы обстреляли Иерусалим и населенные пункты вдоль израильской границы. Израиль хотел избежать войны на нескольких фронтах и не имел агрессивных намерений в отношении Иордании, поэтому Эшколь послал сообщение королю Хусейну, в котором говорилось, что если он не будет участвовать в боевых действиях и прекратит обстрел, Израиль полностью поддержит соглашение о перемирии, но вместо этого обстрел Иерусалима усилился, снаряды попали в авиабазу Рамат Давид, иорданцы попытались захватить резиденцию Верховного Комиссара, где размещалась группа наблюдателей ООН, которая господствовала над Южным Иерусалимом. В результате правительство было вынуждено принять решение, которое привели к оккупации Западного берега. Первым приказом было обеспечить доступ к горе Скопус, израильскому анклаву на Иорданской территории, который, как опасались, не сможет противостоять атаке Арабского легиона. Затем приказ был распространен на Восточный Иерусалим, а не только на Старый город и, наконец, на весь Западный берег. Когда боевые действия на Синае и Западном берегу закончились, кабинет обсудил, брать ли голландские высоты или нет. На протяжении всей войны Сирия не предпринимала реальных попыток напасть на Израиль и помочь Египту или Иордании, за исключением продолжающихся обстрелов поселений в долине реки Иордан. Кабинет колебался, опасаясь советского вмешательства, если Израиль нападет на Сирию, особенно ввиду успешных действий Израиля против Египта. Однако Сирия еще больше запутала ситуацию, что привело к войне и продолжало обстреливать долину реки Иордан на протяжении всей войны. Жители долины реки Иордан создали инициативную группу, настаивавшую на взятии высот. Большинство в кабинете министров выступило за захват высот, но Даян был против. ООН настаивала на прекращении огня, которое арабы снова и снова отвергали, требуя сначала безоговорочного вывода израильских войск к рубежам 4 июня, и казалось, что времени для войны против Сирии больше не осталось. Но рано утром 9 июня на пятый день войны Даян в обход премьер-министра и начальника штаба отдал прямой приказ командующему северным штабом Давиду Эл-Азару взять голландские высоты. Захват высот, контролирующих долину реки Юордан и восточную Галилею, занял менее двух дней. Шесть дней боевых действий изменили лицо Ближнего Востока. Израиль из аутсайдера, находящегося под угрозой уничтожения, превратился в региональную державу, позицию которой необходимо было учитывать. Большинство жителей голландских высот ушли с сирийской армии, но на западном берегу и в секторе Газа осталось около миллиона палестинцев. В течение первых девятнадцати лет истории страны Израиль признавал границы перемирия как постоянные. Некоторые действительно мечтали о Великом Израиле с двух заглавных букв в пределах первоначальных границ эпохи Мандата. Партия Херут Бегина продолжала претендовать на всю западную часть Эрес-Исраэль. В партии Хакибус Хамайохад, возглавляемой Исхахом Табенкином, тоска по Великому Израилю не угасла. Но даже эти партии с пониманием приняли реальность разделенной страны и не превратили свои стремления в политический план действий. Шли годы. Преданность идеи Великого Израиля с двух заглавных букв ослабла. Поколение, выросшее в молодом государстве, не знало и не стремилось создать Великой Израиль с двух заглавных букв. Большую часть населения составляли иммигранты, прибывшие после 1948 года и не знавшие ничего другого кроме границ перемирия 1949 год. Когда был основан Гахал, его платформа не включала в себя пункт партии Херут о Великом Израиле с двух заглавных букв, который нанес ущерб легитимности Херут среди широкой публики, потому что это выглядело как разжигание войны. Накануне Дня Независимости 12 мая 1967 года популярная вечерняя газета «Маариф» опубликовала интервью Геулы Коэн, бывшего бойца Лехи, с Давидом Бен-Гурионом, который ушел в отставку и жил в Сдебокере. Коэн спросила, «Господин Бен-Гурион, что вы скажете своему внуку, если сегодня он спросит вас, дедушка, каковы границы моей родины?» Бен-Гурион ответил, «Ну, я отвечу ему, что границы твоей родины это границы государства Израиль с двух заглавных букв, как они есть сейчас. Вот и все». И добавил, абсолютных границ не существует, если бы арабы приняли резолюцию ООН 1947 года наши границы были бы сокращены, так называемые исторические границы это концепция для времен пришествия Мессии». Коэн настаивала, «Вы поддержали израильского ребенка в намерении написать песню о тоске по великому Иерусалиму?» «Если он захочет написать ее, пусть пишет», сухо ответил Бен-Гурион, «Я бы не стал писать ни одной». Односторонний уход Синая в 1957 году укрепил признание израильтянами так называемой «зеленой линии» границ перемирия. Это не означает, что поколение 1948 года выходцы из Хакибус Хамеохад или Эцель Илехи не лелеяли потаенных мечтаний о великом Израиле, но сомнительно, что эти мечты двигали теми, кто формировал политику, и ими определенно не руководствовалось поколение эпохи создания государства, тем не менее скрытый тлеющий уголек остался и вспыхнул огромным пламенем во время шестидневной войны, а также после нее. Решения о расширении боевых действий против Иордании и особенно о завоевании Иерусалима, к чему призывали министры Бегин и Олон, были приняты не только по стратегическим причинам. Нападение на Иерусалим было вызвано эмоциями, выходящими за рамки политических соображений, когда парашютисты приблизились к стене плача, охватившие их сильные чувства заставили их заплакать. Это были нерелигиозные военнослужащие, и трубивший в шофар главный раввин Сахал Шлома Горен не разговаривал с ними, но что-то в этой встрече с еврейской историей со стеной плача потрясло их до основания души. Довольно интересно, что национальная религиозная партия, возглавляемая Моше Хаимом Шапирой, была весьма обеспокоена началом войны и выступала против любых агрессивных действий Израиля. Шапира выступил против захвата Иерусалима на том основании, что как только Израиль войдет в город, то не сможет уйти. Он имел в виду, что общественное мнение заставит войска остаться, и это будет гибелью Израиля на международной арене. И действительно, энтузиазм, охвативший весь еврейский народ в Израиле и диаспоре после завоевания Иерусалима, высветил скрытое отчаяние и доселе неожиданный уровень самосознания и самоидентификации. В результате этой буря эмоций, после того, как кабинет министров обсудил итоги войны 19 июня, было заявлено, что Израиль готов уйти с Синая и Голландских высот в обмен на мирное соглашение со своими соседями, но в этом предложении не фигурировали Иерусалим и Западный берег. Вместо этого было заявлено, что территории Западного берега будут предметом переговоров с Иорданией. В заявлении подчеркивалась разница между Синайской кампанией и Шестидневной войной. На этот раз Израиль рассматривал территориальное приобретение, как рычаг для достижения мира со своими соседями, была предложена формула «Мир в обмен на территорию». Впервые после войны 1948 года израильтяне почувствовали, что им есть от чего отказаться в обмен на мир. Однако удаление из формулы районов к западу от реки Иордан оставило возможность мирных переговоров с наиболее удобным партнером Израиля, королем Иордании Кусейном, под вопросом. Учитывая тяжелую травму, которую израильское общество пережило накануне войны, эйфория, последовавшая за блестящей победой, была естественной. Огромное облегчение сочеталось с гордостью за достижения и надеждой на то, что эта война станет последней. Даян объявил, что ждет телефонного звонка от арабских правителей. Его телефон молчал. То, что израильтяне рассматривали как победу слабых и осажденных над воинственными противниками, было для арабов ужасным унижением, наносящим ущерб национальной чести и призывающим к мести и еще одному раунду, чтобы стереть позор. Хартумская конференция, состоявшаяся в сентябре 1967 года, на которой присутствовали восемь арабских государств, провозгласила три нет. Нет признанию Израиля, нет переговорам с Израилем и нет миру с Израилем. То, что было захвачено силой, будет возвращено силой, заявил Насар, который на мгновение потерял самообладание и подал в отставку, а затем вернулся к своим обязанностям, чему способствовали массовые народные демонстрации и поддержки. Хотя Израиль доказал, что способен победить арабов, он не смог навязать им мир. Шестидневная война не изменила базовый баланс сил между маленьким государством и его многочисленными могущественными соседями, СССР возместил запасы оружия и техники, утраченные Египтом и Сирией. Спустя всего несколько месяцев их арсеналы были восполнены. Однако резолюции Хартумской конференции также впервые намекнули на возможность дипломатических шагов по возвращению территории, оккупированной в ходе войны. Эти двойственные сигналы войны, которые призывала арабское общественное мнение и переговоров приглушенных и нерешительных, к чему призывал Запад, привели к противоречивым интерпретациям позиций арабов. Победа Израиля также интерпретировалась как победа Запада над СССР и его сателлитами. Советское оружие не смогло противостоять западным системам вооружений. Ложное сообщение Советов о сосредоточении израильских войск на севере, а затем их безоговорочная поддержка Насара и подкрепление веры египтян в то, что они смогут выиграть войну, побудили Насара предпринять провокационные действия, но в то же время советский контингент оставался ограниченным, поскольку Советский Союз не хотел участвовать в реальных боевых действиях, США и СССР договорились избегать прямого военного вмешательства и поддерживали между собой шаткое равновесие. Таким образом, Советы ограничились разрывом дипломатических отношений с Израилем, страны Восточного Блока за исключением Румынии последовали их примеру, как и некоторые африканские государства. После многих месяцев переговоров всем сторонам удалось сформулировать проект резолюции, приемлемой для Совета безопасности ООН, который 22 ноября 1967 года был принят как резолюция 242 Совета безопасности ООН. Арабы не приняли резолюцию, обязывающую их либо признать, либо договориться с Израилем. Они потребовали немедленного и безоговорочного ухода Израиля со всех территорий оккупированных во время войны. Израиль отказался принять это условие и потребовал признания мира и ухода к безопасным и установленным границам, так сказать. Великие державы маневрировали между этими различными требованиями. В резолюции подчеркивается, что территории не должны быть аннексированы в результате войны, но также должны быть приняты меры для создания справедливого и прочного мира между всеми странами региона. Израиль должен уйти с территории оккупированных в ходе недавнего конфликта, в то время как арабы должны отказаться от состояния войны и признать и уважать суверенитет и целостность стран региона, то есть Израиля, и их право жить в мире в пределах безопасных и признанных границ. Кроме того, необходимо было гарантировать свободу судоходства и решить проблему беженцев. Специальный посланник ООН должен был отправиться в регион для принятия этих договоренностей. В английской версии, которая считается официальной версией резолюции, упоминается уход с территорий, то есть не обязательно со всех территорий. Тем не менее, во французской версии добавлен определенный артикль, позволяющий утверждать, что отступление включало все территории, как это интерпретировали арабы. Египет и Иордания сразу же приняли резолюцию. Через несколько недель Израиль выразил свое согласие, а Сирия приняла резолюцию только после того, как к власти пришел Хафес Асад. Палестинцы категорически отвергли резолюцию, поскольку упоминались там лишь косвенно, в связи с проблемой беженцев. Непредвиденным результатом войны стало возрождение палестинской проблемы. После войны за независимость арабские государства и Израиль присвоили территории, закрепленные за палестинским государством в резолюции ООН от ноября 1947 года. Палестинцы не имели национального представительства, их попытки вновь выйти на международную арену в качестве самостоятельной организации начались с основания Фатха и ООП. На этом этапе палестинцы требовали территорию всей Западной Палестины и не соглашались с существованием государства Израиль. После шестидневной войны под управлением Израиля оказалось более миллиона палестинцев. Впервые с начала 1950-х годов израильтяне столкнулись лицом к лицу с палестинцами, которые до этого жили за границей, вдали от внимания израильской общественности. Эта встреча теперь вызвала споры о невзгодах беженцев и даже об обязанности Израиля внести свой вклад в решение проблемы. В то же время ООП теперь имела широкий простор для действий против Израиля на оккупированных территориях и могла начать освободительную войну, как это сделали другие страны под иностранным правлением. Пробуждение палестинского национализма стало прямым результатом неспособности арабских государств уничтожить Израиль военным путем. ООП теперь приняла идею затяжной вооруженной борьбы в форме партизанской войны, как это сделал Фронт национального освобождения ФНО в Алжире. Глава четырнадцатая Эпоха эйфории 1967-1973 годы После шестидневной войны облик Израиля изменился. Глубокая всепроникающая тревога трехнедельного ожидания сменилась эйфорией. Мы были как бы видящие во сне Псалтирь Псалом 125-126 стих 1 Внезапно Израиль стал всемирно известен. Теперь он уже не был сонной страной в отдаленном уголке Ближнего Востока, оказавшись в центре событий мирового значения. Журналисты и съемочные группы съезжались в Израиль со всего мира. За ними последовали тысячи добровольцев, как евреев, так и неевреев, восторгавшихся военным отпором, данным маленькой страной всем агрессорам. Добровольцы работали в кибуцах, помогая на сезонных работах, заменяя молодежь, проходившую службу в армии или мобилизованную в резерв. Они примнесли в Израиль запахи и веяния большого мира, частичная изоляция, которую Израиль испытывал в течение первых девятнадцати лет, как из-за того, что иностранцы не интересовались им, так и из-за того, что нехватка иностранной валюты ограничивала поездки его граждан за границу, по-настоящему закончилась. Теперь Израиль стал региональной державой, управляющей миллионом палестинцев и территорией в четыре раза больше, чем до войны. Эта ситуация создала ряд проблем, которые оставались в общественной повестке дня в течение следующего десятилетия и позднее. Во-первых, вопрос безопасности. Победа не принесла желанного мира, лишь ухудшив отношения Израиля с соседями. Относительное спокойствие предвоенного десятилетия не вернулось. Всего лишь через несколько месяцев после окончания войны в Израиле начались террористические атаки со стороны палестинцев. Также они предпринимались против израильтян за рубежом. Их апогеем стало убийство израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. В марте 1969 года началась так называемая война на истощение вдоль Суэцкого канала. Она продолжалась до августа 1970 года. Управление новыми территориями стало ведущей темой израильских политических дискуссий. Что делать с оккупированными территориями? Это разменная монета, побудившая рабов заключить мир с Израилем? Или это жизненно важное стратегическое дополнение безопасности государства еврейское заселение данных территорий соответствовало сионистскому порыву и мифу, согласно которому границы определял еврейский плуг? Следует ли расширить границы так называемой зеленой линии за счет еврейских поселений на оккупированных территориях, или евреи должны селиться только в малонаселенных арабских районах, исходя из соображений безопасности? И, наконец, возникла культурно-нравственная дискуссия об управлении другим народом. Было ли это оправдано? И при каких условиях? Вскоре эти дискуссии обрели мессианский подтекст, религиозный и светский. Еврейские общины во всем мире, особенно в Америке, разделили восторг и радость освобождения, последовавшие за победой. Ощущение общей судьбы Израиля и всего еврейского народа никогда не было сильнее. В период ожидания даже Ханна Арендт, не отличавшаяся сочувствием к Израилю и израильтянам, выразила беспокойство по поводу их судьбы. Евреи в диаспоре гордились победами Цахала и выражали свои чувства в демонстрациях единения с государством и визитах в Израиль, а также в росте пожертвований. Из западных стран прибыли десятки тысяч репатриантов. Хотя после войны СССР разорвал отношения с Израилем, это не помешало советским евреям продемонстрировать поддержку своих собратьев в Израиле. Среди этих, так называемых, евреев молчания прокатилась волна воодушевления. После шестидневной войны евреи в СССР начали открыто добиваться право иммигрировать в Израиль. До этого вся деятельность от имени советских евреев велась в подполье из-за страха навредить сионистским активистам в России. Но теперь активисты дали сигнал перейти к открытой общественной деятельности. В ноябре 1969 года премьер-министр Голда Мейер зачитала с трибуны Кнессета письмо 18 еврейских семей в Грузии, открыто заявивших о своем праве на иммиграцию. В 1971 году в Брюсселе был проведен международный конгресс, чтобы мобилизовать мировое общественное мнение на борьбу под знаменем библейской молитвы, которую Мартин Лютер Кинг младший превратил в политический лозунг «Отпусти народ мой». Борьба русских евреев за право репатриироваться в Израиль была поистине героической. Активисты в СССР основывали группы по изучению еврита и еврейской истории, традиций и религии, чтобы укрепить еврейское национальное самосознание. они проводили собрание в лесах за пределами российских городов с пением на иврите, дискуссиями об Израиле и чтением различных текстов. Тайную помощь оказывал Израиль, создавший в 1953 году подпольную сеть «Натив», нацеленную на укрепление еврейского национального самосознания в России. Теперь тысячи евреев подавали заявления о выезде из СССР и иммиграции в Израиль. Большинство из них были отклонены властями, а так называемые «отказники» так называли тех, чьи заявления отклонялись, были уволены с работы. Ни безработица, ни преследования со стороны милиции не удержали их от проведения агитации, грозившей распространиться среди все более широкого круга противников режима. В Соединенных Штатах как среди евреев, так и неевреев поднялось большое общественное движение в поддержку советских евреев, достигшее своего апогея с поправкой Джексона Венника 1974 принято обеими палатами Конгресса. Поправка, внесенная сенатором Генри Джексоном, отрицает экономические выгоды в торговых отношениях со странами, ограничивающими свободу эмиграции и другие права человека. Хотя сомнительно, что поправка на самом деле способствовала увеличению эмиграции. После принятия она уменьшилась, дискуссии вокруг нее за годы до принятия очевидно повлияли на советское руководство в том, чтобы разрешить евреям уезжать. Возможно, они хотели избавиться от активистов Алии, позволив им уехать, а затем повторно закрыв границы. Так или иначе, в первой половине 1970-х годов около четверти миллиона евреев получили разрешение на выезд из СССР. Большинство, около 160 тысяч человек, осели в Израиле, а остальные направились в другие страны. Эта новая волна Алии сопровождалась щедрыми пожертвованиями западных евреев на ее абсорбцию. Правительство также потратило большие суммы на то, чтобы перебросить армию на новые территории и противостоять новым угрозам, возникшим после войны. Нефтяные скважины на Синае теперь обеспечивали около половины потребности Израиля в топливе. Все эти факторы обеспечили ускоренный экономический рост, сменивший стагнацию и рецессию начала 1960-х годов, которые привели к безработице и снижению экономической активности. Граница так называемой зеленой линии между Израилем и Западным берегом теперь была открыта для двустороннего движения и оба народа проявляли пристальное внимание друг к другу. Израильтяне наводнили рынки Западного берега, где покупали продукты и товары по гораздо более низким ценам, чем в так называемом «малом» Израиле. Израильские туристы двинулись по дорогам Западного берега. Поколение 1948 года снова посетило места былых сражений, где вспоминало и проливало слезы по товарищам, не дожившим до этого дня. Люди, приехавшие в Израиль после войны за независимость, теперь смогли впервые увидеть просторы Великого Израиля с двух заглавных букв и исторические места, запечатленные в коллективной памяти. Храмовую гору, западную стену, пещеру Махпела, пещеру патриархов и могилу Рахили. Помимо Масады, место паломничества периода Ифува, они смогли посетить Иродион и Гамлу. Форты также известны как оплот евреев в войне против римлян. Останки Авошалома Файнберга и шпионской сети Нили, погибшего при загадочных обстоятельствах по пути в Египет во время Первой мировой войны, теперь были обнаружены на границе в районе Рафаха, где из финикового семени, которое он якобы оставил там, выросла пальма. Слава этого дерева соперничала со славой дуба в разрушенном Гуш-Эционе, поселении, возрожденном руками сыновей и дочерей тех, кого эвакуировали оттуда в 1948 году. Области, ранее недоступные для израильских археологов, теперь открылись для исследований, обогативших знания о древности евреев на их земле. Министр обороны Моша Даян стал теперь знаменит как символ дерзости и неповиновения Израиля. Его лицо с черной повязкой на глазу украшало выпуски новостей и обложки журналов. Всемирно известный, он также стал самым уважаемым государственным деятелем Израиля. Даян стремился сохранить так называемую мягкую оккупацию западного берега и как можно меньше вмешивался в жизнь арабов. Армия обороны Израиля отвечала за безопасность, но все остальное оставалось под юрисдикцией иорданского законодательства. Местное самоуправление находилось в руках мэров, назначенных королем Хусейном, до муниципальных выборов 1976 года. За короткое время на западном берегу были обеспечены мир и общественная безопасность. Все еще шокированные поражением палестинцы не оказывали сопротивления в первые месяцы после начала израильской оккупации. Они были удивлены просвещенным отношением оккупантов, которых арабская пропаганда изображала как зверей в человеческом обличье. Жители Хеврона ожидали мести евреев за бойню 1929 года и, когда этого не случилось, вздохнули с облегчением, выразив готовность сотрудничать с захватчиками и возвращаться к нормальной жизни. Война оборвала связь между западным берегом и остальным арабским миром. Естественным рынком для местных продуктов была Иордания. Палестинские торговцы принялись вывозить сельскохозяйственную продукцию с западного берега реки Иордан на восточный берег, причем грузовики пересекали реку по мелководью в конце лета, так как мосты были разрушены. То, что начиналось как местная инициатива, поддержанная офицера Митцахала, стала основой административной политики Израиля. Даян понимал важность связи между двумя берегами реки, а также осознавал экономическую заинтересованность палестинских фермеров, продававших свою продукцию в Иордании, а оттуда в страны Персидского залива. После ремонта по Иорданским мостам в обоих направлениях двинулась тяжелая транспортная техника. Мосты стали дорогой жизни для Западного берега. В то же время десятки тысяч арабских рабочих из сектора Газа и Западного берега искали работу в Израиле. Крупные строительные предприятия после войны остро нуждались в рабочих. Армейские базы, построенные на оккупированных территориях, укрепления вдоль Суэцкого канала, новое поселение на территориях обеспечивали работы арабских рабочих и способствовали процветанию Западного берега. Моше Даян считал, что так называемая «просвещенная оккупация» в долгосрочной перспективе обеспечит контроль Израиля над территориями, населенными арабами, без необходимости применения значительной силы. Эта концепция выросла из его веры в то, что экономические интересы могут смягчить межнациональные конфликты, а также из его восприятия палестинцев как население, которое никогда не было полностью независимым и, вероятно, приняло бы еврейских оккупантов, если бы они действовали мудро и уважали палестинцев и их обычаи. Даян выступал против аннексии территорий, которые израильтяне называли либо оккупированными, либо освобожденными, в зависимости от их точки зрения. Израиль действительно аннексировал восточный Иерусалим и его окрестности в соответствии с законом, принятым Кнессетом. Позже, в 1981 году, голландские высоты также подпали под юрисдикцию израильского законодательства. Три арабские деревни в анклаве Латрун были разрушены, а их жители изгнаны, а дорога в Иерусалим была заново проложена по их землям, исходя из предположения, что любое будущее политическое урегулирование будет включать в себя эти незначительные территориальные приобретения. Но в остальном Израиль избегал любых изменений ситуации на западном берегу. Израиль избегал аннексии как в надежде хотя бы на какое-то соглашение с Иорданией, так и из-за нежелания предоставить гражданство миллиону арабов, что изменило бы демографический состав страны и поставило бы под угрозу характер государства как еврейского образования. Эти опасения были очевидны с первого дня оккупации. Бен-Гурион открыто говорил о возвращении всех оккупированных территорий, кроме Иерусалима, в обмен на мир. Профессор Ешаяху Лейбович пошел еще дальше, потребовав полного одностороннего ухода Израиля, даже без мирного соглашения, из-за морального разложения, которое принесла с собой оккупация. Появление тысяч арабских рабочих по всему Израилю вызвало сопротивление групп, которые в период Ишува придерживались идеологии так называемого еврейского труда. Тем не менее, вера в то, что в еврейском государстве евреи должны составлять все социальные слои, была подорвана и сформировалась реальность, напоминающая социально-экономическое расслоение в колониальных обществах, в которых большинство сельскохозяйственных и строительных рабочих составляли арабы. Всеобщая эйфория, последовавшая за победой, в основном проявлялась двумя способами — либо громким, высокомерным и покровительственным, либо сдержанным. Это отразилось в победных альбомах, изданных после войны, в которых прославляли армию обороны Израиля и ее командиров, превращая их в знаменитости и любимцев СМИ. В ряде книг, изданных после войны, рассказывалось о героических действиях различных частей и солдат. Среди них наиболее примечательной была «The Tanks of Тамуз» «Танки Тамуза», Шабтая Тевета. В ней прославлялись войска стальной дивизии, танковой дивизии под командованием генерал-майора Исраэля Таля, в особенности бригады под командованием полковника Шмуэля Гонена. Книга превозносила героизм солдат и офицеров бригады, многим из которых предстояло оставить свой след в будущих войнах и стала чрезвычайно популярной. Она завоевала сердца израильской общественности, жаждущей образцовых фигур недавней войны, героев так называемого «поколения государства», которые сменили героев предыдущих поколений. Победные альбомы вовсю эксплуатировали популярность Сахала и ее командиров, в безудержном триумфе не скупясь на выражение о превосходстве Цахала, смелости его командования и ничтожества арабов. Командиры перестали быть относительно анонимными, что до сих пор было характерно для оборонного ведомства, их имена сделались нарицательными. Тенденция называть этих деятелей прозвищами отражала фамильярное отношение общественности к военному руководству. Арик Ариэль-Шарон Талик Исраэль-Таль Городиш Шмуэль-Гонен Дадо Дэвид-Элазар Мота Мордехай-Гур и так далее. Летом 1967 года на церемонии состоявшейся в амфитеатре кампуса на горе Скопус еврейского университета в Иерусалиме, который в течение девятнадцати лет был заброшен, начальнику штаба Исхаку Рабину было присвоено звание почетного доктора. Он выступил с речью, в которой изложил совершенно иной подход к победе избегать триумфальных демонстраций, подчеркивая высокую цену войны для победителей и страдания побежденных и приписывая триумф всей армии, превознося при этом духовные и моральные ценности. Этот духовный настрой стал также очевиден в символической книге того времени «Сиах Лохамим» — солдатское сленговое выражение, английское название книги «Седьмой день», которое позиционировалось как выражение скрытых чувств в изграевском обществе. Солдаты вернулись домой с войны в глубоком молчании и горе, и кибуцное движение решило провести серию интервью со своими сыновьями, отягощенными горьким опытом. Движение понесло много жертв. Примерно четверть всех погибших составили члены кибуцев, что в пять раз превышало их долю в населении. Целью интервью было побудить солдат избавиться от болезненных воспоминаний. Инициатива исходила от редакции СХДМОТ, литературного журнала «Движение кибуцев», который с начала 1960-х годов стремился наполнить кибуцы еврейскими традициями и еврейской литературой. Среди интервьюеров и респондентов были АМОС-ОЗ, Муки-ЦУР, АБА-КОВНЕР и редактор книги АВРААМ ШАПИРА. Седьмой день появился в октябре 1967-го года как внутреннее издание движения кибуцев, однако разговоры об этом распространились и возрос спрос на копии книги. Вскоре она была опубликована для широкой публики и стала частью израильского канона. Седьмой день стал выражением так называемого второстепенного голоса в израильском обществе, ценностей поколения, которое не участвовало в войне за независимость, но выросло после нее в так называемом малом Израиле, страшась уничтожения и опасаясь войны. Молодежь, сражавшаяся в войне за независимость, не боялась поражения в войне и того, какие последствия оно может повлечь за собой, но стало очевидно, что сознание Холокоста проникло и в психику подрастающего поколения. Их понимание того, что еврейский народ пережил в Европе во время Второй мировой войны, привело к двум выводам, что арабские угрозы сбросить евреев в море были реальны и что их долгом было защитить нацию, предотвратить повторение массового истребления и унижения человеческого достоинства еврейского народа. Все мы согласны с тем, что и наш боевой дух, и наша сила в этой войне проистекают из определенного осознания, что арабы настроены на войну, на уничтожение, говорил Яриф бен Аарон. За несколько лет до войны Офер Феннигер писал своей девушке «Я нахожусь на вечере памяти жертв Холокоста, глядя в глаза оставшимся в живых сидящим рядом со мной. Все их существо выражает беспомощность и безнадежность. Из этого ужаса и беспомощности я чувствую, что во мне возникает огромная воля быть сильным, сильным до боли, сильным и острым, как нож, сдержанным, внушающим ужас, опасным. Это то, кем я хочу быть. Я хочу знать, что эти пустые глаза никогда больше не будут смотреть из-за колючей проволоки. Только если я буду сильным, это их больше не коснется. Только если мы все сильны, сильные, гордые евреи, только так мы больше никогда не позволим вести себя на бойню». Феннигер погиб в десантном бою за Иерусалим. Ощущение, что они борются за свой дом, свою семью и весь народ, было источником силы и готовности к самопожертвованию. В то же время память о Холокосте сделала их чувствительными к трагедии другой стороны. Столкновения с бегущими вражескими войсками вызывали не опьянение победой, а жалость к несчастным людям, отправленным на убой и, скорее всего, имевшим семьи, ожидавшие их возвращения. Вид арабских беженцев, женщин и детей, нагруженных вещами и ищущими спасения, вызывал у них ассоциации с еврейскими беженцами, тщетно ищущими убежище во время мировой войны. Парадоксально, но те же ценности и ассоциации, которые наделяли этих солдат духовной стойкостью в битвах, также делали их чувствительными к боли врага. Они не испытывали ненависти к арабам, они могли испытывать ненависть к немцам, но не к врагу, с которым сражались. Встреча с великим Израилем с двух заглавных букв вызвала у этих солдат противоречивые ощущения. Библейские места, особенно Иерусалим, Храмовая гора и Стена Плача, пробудили у них, воспитанных на Библии как центральном культурном коде, глубокие чувства само существование этих мест потрясало, их воодушевляло соприкосновение со страницами еврейской истории, связь с мифическим и историческим прошлым. Некоторые члены Хакибус Хамеохад, которая до 1948 года поддерживала идею великого Израиля с двух заглавных букв, выразили надежду, что незавершенная миссия 1948 года теперь будет доведена до конца. Но таких было меньшинство. По большей части волнение от встречи с местами еврейского прошлого не включало в себя желание владеть этими территориями. На самом деле некоторые чувствовали, что старый Израиль потерялся на новых просторах. Мы утратили нашу маленькую страну, которая хороша и прекрасна. У меня практически нет эмоциональной связи с теми обширными областями, которые мы занимаем сегодня, сказал один из собеседников. Чувство, что новые территории чужие, обострилось, когда солдаты столкнулись с арабским населением. В конце Дня Независимости 1967 года, выпавшего на 15 мая, певица Шули Натан впервые исполнена «Джерусалем Голд» «Золотой Иерусалим» Наоми Шамер. В тот вечер песня была исполнена по поручению мэра Иерусалима Тедди Колека для праздника песни Израиля. В период ожидания, а тем более в течение шести дней войны, песня стала национальным гимном, который пели солдаты у стены плача, и повсюду, когда было объявлено о завоевании Иерусалима. В ней Шамер писала об Иерусалиме сухими колодцами и пустым рынком, ссылаясь на молитвы и народное предание, описывающее землю Израиля с двух заглавных букв в целом, Иерусалим как очаровательную невесту запустений, ожидающую своего жениха еврейский народ, который придет и выкупит ее. Данное мифическое описание не оставляло места для реальности, что было очевидно любому, кто смотрел в бинокль с запада на восточный Иерусалим в течение девятнадцати лет, предшествовавших шестидневной войне, а Моз Оз, уроженец Иерусалима, описал свою новую встречу с городом. Это нельзя выразить словами. Я снова говорю, что любил Иерусалим полностью, но что это значит? Это похоже на любовную интригу, противоречивую, извилистую, она моя и все же чужая для меня, побежденная, но враждебная, преданная, но недоступная. Но город населен, люди живут на его улицах, и они чужие, я не понимаю их языка, они там в своих домах, а я чужой, пришедший извне, и их глаза сжигают меня, желают мне смерти, проклятый чужак. Сей душой я желал почувствовать себя в Иерусалиме человеком, вернувшим себе наследие предков, отобравшим его у врагов. Библия жила для меня, пророки, цари, храмовая гора, гробница Авесолома, Елеонская гора. Я хотел быть частью всего этого, я хотел принадлежать ему, как если бы он был не для людей. Я видел вражду и бунтарство, подхалимство, изумление, страх, оскорбление и обман. Я прошел по улицам Восточного Иерусалима, как человек, ворвавшийся в некое запретное место. Мою душу охватило уныние. Город моего рождения, город моей мечты, город моих предков и чаяний моего народа, и я был приговорен к тому, чтобы идти по его улицам с автоматом, как один из персонажей из моих детских кошмаров, быть чужим в очень странном городе. Один разговор, состоявшийся в Иешиве Меркат-Схараф, возглавляемый раввином Цви и Ягудой Куком, духовным учителем и наставником национально-религиозной молодежи, не был включен в седьмой день. Редактор Авраам Шапира позже объяснил, что посчитал отдельное высказывание настолько шокирующими, что решил опубликовать стенограмму отдельно в Схдемот. Некоторые участники этого разговора выразили уверенность в том, что дни прихода Машеаха, мессии, близки, событие, которое позже будет определено как «расцвет возрождения», они признали, что накануне войны никто из них не ожидал столь ошеломляющих результатов и не надеялся на завоевание Иерусалима и других частей земли Израиля с двух заглавных букв. Но теперь они увидели стучившуюся десницу Божию и постепенное раскрытие божественного плана. Я чувствую грядущие перемены. В воздухе витает напряжение. «Я чувствую, что произойдет что-то ведущее к чему-то великому», сказал Дов Бигун. В отличие от сочувствия респондентов седьмого дня к колоннам отступающих египетских солдат, эта группа думала, по словам одного из них, что, когда кто-либо пытался убить еврейский народ, то для нее митсва убить его и разогнать все колонны в Синайской пустыне, побегущих убить, прежде чем они достигнут Саэдского канала, говорившего спросили о заповеди иудаизма любить ближнего. Он ответил, что те, кто убегает сегодня, вернутся, чтобы сражаться завтра, и поэтому их следует убить. В столкновениях между народами не было места состраданию. Эти солдаты проявляли ненависть к арабам и полное безразличие к их тяжелому положению и отвергали веру в существовании точек соприкосновения между евреями и неевреями. Они стали ядром группы, которая семь лет спустя основала движение Гусхэмуним Блок Верующих. Равин Йоэль Бин Нун основатель Ишивы Харатсион Валон Швуте впоследствии объяснил идеологическое различие, выявленное таким образом между взглядами респондентов седьмого дня и религиозных сионистов, как одной из сторон концепции «человек против земли». Одни отдавали приоритет человеческим ценностям, а другие ценности земли, и те, и другие принадлежали к идеалистическому меньшинству в Израиле, руководящей элите, представлявшей поколение государства. Здесь впервые был обнаружен раскол внутри этой группы, который в будущем разорвет социальную и политическую ткань Израиля. Ученики и Ишивы Меркас Хараф были не единственными, кого поразила так называемая «вспышка света», выражение, используемое Хананом Поротом, лидером Гусх Эмуним. После войны в сентябре 1967 года в манифесте, опубликованном движением «За Великой Израиль» с двух заглавных букв, провозглашалось, что «Нам» не разрешалось отказываться от какой-либо части Великой земли Израиля с трех заглавных букв. Мы связаны верностью целостности нашей страны, и ни одно правительство в Израиле не имеет права отказаться от этой целостности». Манифест был подписан некоторыми ведущими интеллектуалами страны, включая Уриц Вигринберга, Агнона Ша и Краткая, Натана Альтермана, Каима Гури и многих других. Среди них не было ни одного представителя поколения становления государства. Большинство подписавших были из рабочего течения, не только из Хакибус Хамеохад и его сторонников, но и из основного состава Мапай, а также новый приверженец великого Израиля и бывший член Хасхомер Адзаир, писатель Моше Шамир. Инициативу возглавил Натан Альтерман, ведущий поэт Ишува и государства, который в своих политических стихах выразил исторический путь Израиля. В 1950-х годах, как мы видели, он боролся против военного положения для арабов и отличался моральным подходом к политике. Он был сторонником Бен-Гуриона, которому остался верным во время раскола Мапай. Теперь Альтерман пошел другим путем, наперекор позиций руководителя и наставника, который не видел возможности еврейского государства в земле Израиля с двух заглавных букв, кроме как на одной части этой разделенной территории. Похоже, что молодые люди, достигшие совершеннолетия после основания государства, были менее затронуты ликованием, вызванным войной, чем старшее поколение, которое после девятнадцати лет существования государства все еще сохраняло концепцию великого Израиля с двух заглавных букв. Но это не относилось к религиозно-сионистской молодежи, теперь увлекшейся мессианством, отвергая представление о том, что сионизм был политическим движением с ясными и рациональными целями, они представляли его как первый этап на пути к осуществлению божественного плана возрождения еврейского народа. Политическим выражением их увлечения было усиление так называемой «молодежи мавдаль» национальной религиозной партии во главе с Зевлуном Хамером, поддерживавшим идею Великого Израиля с двух заглавных букв и выступавшим против территориального компромисса, то был поворот на 180 градусов. До этого мавдаль считалась явно пацифистской партией. Ее возглавил Моше Хаим Шапира, выступивший против войны в июне 1967 во время боевых действий он даже рекомендовал не захватывать Восточный Иерусалим. До сих пор стремление к новым территориям проявлялось в освоении районов слабо заселенных арабами в соответствии с тем, что стало впоследствии известно как План Алона. Игаль Алон из Акибус Амейоад, выдающийся полевой командир войны 1948 года, пытался в конце войны убедить Бен-Гуриона оккупировать весь западный берег. Теперь он передумал и разработал план, направленный на достижение баланса между демографическими ограничениями, предписывающими избегать численного перевеса над арабами, и тем, что он понимал под потребностями безопасности страны. Обороняемые границы, термин, ставший популярным в современном ему политическом дискурсе, намекал на необходимость пересмотра границ так называемой «зеленой линии», которая послужит безопасными и признанными границами согласно формулировке резолюции 242-й Совета Безопасности ООН, чтобы обеспечить защищаемые границы, Израиль должен был контролировать голландские высоты, долину реки Иордан, подходы к Рафаху и южную гору Хеврон. Эти районы, в то время малонаселенные арабами, должны были быть открыты для еврейских поселений при условии, что они останутся под контролем Израиля после подписания мирного соглашения. Хотя правительство Израиля официально не приняло план ООНа, он стал основой для еврейских поселений на территориях до 1977 года. На голландских высотах, в долине реки Иордан и в районе подходов к Рафаху были созданы аванпосты Нахаля, и со временем они сделались гражданскими населенными пунктами. Город Ямит был построен в районе подхода к Рафаху. К ним следует добавить Гуш-Эцион, вновь заселенный из-за сентиментального значения предаваемого его судьбе, а также Иерусалим и его окрестности, которые, как мы видели, были присоединены к Израилю. В Иерусалиме были построены новые кварталы, такие, как Гило в южной части города и Рамот на севере. Заселение на оккупированных территориях осуществлялось в основном нерелигиозными группами кибуцев и мошавов возобновился рост поселений с первых дней существования государства, прекратившееся в начале 1960-х годов. В 1968 году правительство впервые столкнулось с ситуацией, когда поселенцы пренебрегли его властью и поселились в центре населенного арабами района. Группа религиозных евреев во главе с раввином Моше Левенгером отмечала праздник Песах в Хевроне и отказалась уехать. Политические деятели разного толка, такие как Гахаль, Мавдаль и даже Авода, немедленно встали на их защиту. Группа осталась в городе. Это было первое предвестие того, что произойдет семь лет спустя. Постоянным мотивом в седьмом дне была надежда на то, что шестидневная война станет последней для Израиля. Однако говорившие о тех событиях признали, что на это мало шансов, поскольку каждые десять лет или даже чаще вспыхивает новый пожар. Арабы не смирились бы с унижением и потерей своей территории. Евреи смогли выиграть войну, но не смогли добиться мира. Этот пессимизм не соответствовал послевоенной эйфории и большим надеждам, но оправдался последующими событиями. Обе стороны конфликта заняли более радикальные позиции. Правительство Израиля, которое 19 июня 1967 года выразило готовность уйти с Синайского полуострова и Голландских высот в обмен на мир, теперь отказалось от этого решения, когда Мошедаян ожидал от арабских лидеров телефонного звонка. Хартумская конференция в сентябре 1967 года, на которой присутствовали восемь арабских государств, обнародовала три своих требования. Ни мира, ни признания Израиля, ни переговоров с ним. Несмотря на это, впервые заговорили о том, что территории, утраченные арабами, могут быть восстановлены дипломатическим путем, но средства массовой информации сосредоточились на резких заявлениях, блокирующих путь к переговорам. После нескольких месяцев затишья на границах Египта и Ордании вспыхнули столкновения. Египтяне пытались вынудить израильтян уйти с Суэцкого канала, обстреляв силы Цахала, которые понесли тяжелые потери. Помимо строительства укреплений вдоль канала, линия Бар-Лева, названная в честь начальника штаба Израиля Хаима Бар-Лева, подразделения Цахала совершили рейд на египетские позиции на западном берегу Суэцкого залива с целью сдерживания египтян и подавления артиллерии, в которой последние имели явное преимущество. Когда стало очевидно, что это не предотвратит сильных обстрелов, были развернуты военно-воздушные силы сначала в ограниченном масштабе, а затем с рейдами глубоко внутрь Египта. Они нанесли удар по военным объектам и инфраструктуре. Города вдоль канала обратились в груды руин, и сотни тысяч египетских беженцев устремились в Каир. В ответ египтяне призвали Советский Союз к более активному вмешательству. Русские поставили им большое количество оружия, ракеты класса земля-воздух и новейшие самолеты. Чтобы обучить египтян обращаться с этим оружием, прибыли русские специалисты и военнослужащие. Обеспокоенный конфликтом с Советским Союзом Израиль с апреля 1970 года прекратил бомбардировки в глубине Египта. Накануне соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 8 августа 1970 года, произошло сражение между военно-воздушными силами, в котором русские пилотировали египетские самолеты. Пятеро из них были сбиты. Существуют разногласия по поводу того, когда началась так называемая война на истощение, термин Насера. Одни датируют ее начало осенью 1968 года, когда произошло первое столкновение на границе, другие мартом 1969 года, после которого бои продолжались почти восемнадцать месяцев. В любом случае, граница с Египтом была опасной и неспокойной до конца войны на истощение. Эта война проверила способность Сахала выдерживать длительный бой с тяжелыми потерями. Более семисот израильтян были убиты. Сахал выдержал затяжной и трудный конфликт, который казался бессмысленным и безысходным после славной победы в шестидневной войне. Между тем, граница с Иорданией также была неспокойной. С осени 1967 года палестинские террористические группы начали организовываться при поддержке ООП, которое надеялось поднять население западного берега на партизанскую войну против оккупации. Однако в целом население было пассивным и оставалось равнодушно к призывам. Тогда ООП взяла на себя задачу организации сопротивления. Так называемые открытые мосты через реку Иордан были открыты в обоих направлениях и оружие, техника и личный состав переправлялись через них на западный берег, были совершены террористические акты против мирных жителей внутри так называемой зеленой линии и в Иерусалиме. Пытаясь сдержать ООП, Сахал начал операцию Караме в марте 1968 года. Караме была небольшой деревней на юге Иордании, в которой располагалась штаб-квартира ООП и Ясера Арафата, сменившего Ахмада Шукейри на посту главы организации. То была крупномасштабная операция, направленная на уничтожение инфраструктуры ООП в этом районе, но операция не увенчалась успехом. Вмешалась и Орданская армия, и десятки ее солдат были убиты вместе с более чем сотней террористов, остальные террористы рассредоточились по местности, армия обороны Израиля потеряла около тридцати человек, а также несколько танков и один самолет. Высокая цена, которую пришлось заплатить за то, что в лучшем случае было посредственным достижением, террористические организации добились больших успехов. Их люди не спасались бегством, но удерживали позиции и хорошо сражались, даже нанеся потери непобедимому Цахалу. В палестинской пропаганде Караме легла в основу мифологии палестинского сопротивления. Вскоре ООП и другие террористические организации вернулись к действиям из Иордании, используя эту страну с палестинским большинством в качестве базы для нападений на Израиль. Палестинцы обстреливали поселение в долине Бейт-Шаан, которое долгое время были вынуждены оставаться без света в домах по ночам. Цахал открыл ответный огонь и развернул военно-воздушные силы. Полоса сельскохозяйственных поселений к востоку от реки Иордан была полностью разрушена. ООП усилилась в Иордании, фактически приспособив Хашемитское королевство для собственных нужд. Действия против Израиля, террористические акты на международных авиалиниях и возмездия Израиля, все это угрожало правлению короля и безопасности его королевства. В сентябре 1970 года, так называемый Черный Сентябрь, король Хусейн развернул свои силы против террористических организаций и после кровавой бойни изгнал их из своего королевства. Граница с Иорданией затихла, и террористы перенесли большую часть своей деятельности на юг Ливана. Непрекращающаяся война и ежедневные цифры потерь, публикуемые в прессе, оказали очень удручающее воздействие на общественное мнение. В Израиле функционировало правительство национального единства во главе с Голдой Мейер, сменившей покойного Левия Школя, чтобы избежать внутренней борьбы между так называемыми голубями и так называемыми ястребами, термины, взятые из лексикона американской войны во Вьетнаме, а Вода решила в духе того времени не принимать решение. Пока не будут проведены настоящие переговоры с арабским государством, правительство Израиля не должно выдвигать свои территориальные претензии. Как заявила Голда Мейер, «Будет что, когда появится кто?» Американские планы навязывания урегулирования, как, например, предложенный госсекретарем Уильямом Роджерсом, в котором говорилось об уходе Израиля границам от 4 июня 1967 года, и мирное соглашение с арабскими государствами были отвергнуты как израильтянами, так и арабами. Правительство Израиля декларировало политику, открытую к поискам возможного мирного урегулирования, но на самом деле ситуация заключалась в том, что арабы не были готовы признать существование Израиля, поэтому разговаривать было не с кем, и ничто не предвещало мира. В большом мире это были неспокойные годы, повлиявшие на происходившее в Израиле, студенческие демонстрации в Европе и в США, массовые митинги против войны во Вьетнаме, социальное волнение в Америке, вызов, брошенный американским бужуазным ценностям так называемыми детьми цветов, развитие молодежной субкультуры, противопоставленной культуре взрослых и любой властной структуре в обществе, особенно культу патриотизма, все эти очень мощные веяния были восприняты несколько пуританской наивной культурой идеалистически настроенной израильской молодежи. Эти тенденции и идеи были привнесены в Израиль волонтерами, наводнившими кибуцы, а также сообщениями средств массовой информации о событиях в Европе и в Соединенных Штатах. Новые тенденции обрели благодатную почву. После шестидневной войны относительно стабильное израильское общество потеряло опору. Под влиянием беспрестанного беспокойства и эйфории победы, между глубоким облегчением после победы и осознанием того, что до мира еще далеко, облик страны изменился, причем очень быстро. Экономический рост, последовавший за войной, увеличил социальный разрыв. Привычка обходиться малым и эголитаризм, существовавшие, по крайней мере, теоретически в так называемом «малом Израиле», исчезли. Израильское общество, казалось, было пропитано материализмом, алчностью и гедонизмом. Уровень жизни повысился, особенно выделялись нувариши, накопившие богатство на строительстве укреплений и армейских лагерей. Иммигранты из СССР, которые теперь, воспользовались улучшенными условиями абсорбции, в отличие от иммигрантов из Северной Африки начала 1960-х годов, вызвали враждебность со стороны жителей бедных кварталов и переселенцев из Маа-Барот, которые увидели в этом этническую дискриминацию. В 1971-м году в Иерусалиме появилась группа общественных активистов, которые вместе с социальными работниками взаимодействовали с уличными бандами в бедных кварталах, называя себя «черными пантерами» еще один термин, заимствованный из Соединенных Штатов. Они организовывали бурные демонстрации под лозунгами, требующими прекращения дискриминации со стороны ашкеназов против мизрахи, преимущественно из Северной Африки. Израиль не сталкивался с этнически окрашенным социальным протестом со времен беспорядков в Вадис-Алибе в 1959 году, встреча между представителями «Черных пантер» и премьер-министром Голдой Мейер только увеличила разрыв между двумя сторонами. Пантеры покинули собрание с чувством, что премьер-министр видела в них не ядро политического движения, как они позиционировали себя, а маргинальную молодежь, нуждающуюся в реабилитации. После демонстрации пантер в Иерусалимском парке Сакер во время празднования Мимуны североафриканского еврейского традиционного праздника, сопровождавшейся проявлениями насилия, Голда Мейер сказала «Они неприятные». Замечания, которые они не забыли и не простили никогда. Тем не менее, правительство не осталось равнодушным к обнаружившимся социально-экономическим проблемам. Бюджет того года включал увеличение финансирования образования и социального обеспечения, комиссия премьер-министра, созданная для изучения положения обездоленных детей и молодежи, выявила серьезные экономические трудности среди иммигрантов из Азии и Африки, требовавшие немедленного внимания. Комиссия представила свои выводы в июне 1973 года. Вспыхнувшая война судного дня в октябре сместила внимание социальных проблем на вопросы безопасности и политические вопросы. Однако движение черных пантер можно рассматривать как начало этнического протеста в Израиле и с тех пор этот вопрос остается в повестке дня. Появление маргинальной группы новых левых Мацпен возвестило о новом феномене. Справедливость государственности вызывает сомнения у израильтян. Это были больше не старые коммунистические или социалистические левые. Для новых левых СССР потерял свой блеск после вторжения в Чехословакию в 1968 году. Героями новых левых были Че Гевара, Фидель Кастро, Хошимин и партизаны Третьего мира, сражавшиеся против порабощения западными капиталистами. На израильской сцене именно палестинцы захватили воображение новых левых, которые видели в них угнетенных людей, ведущих народную войну против западного империализма и Израиля после 1967 года, ставшего сильным, сытым и воинственным, забыта была поддержка левыми Израиля как государство еврейских беженцев, забыта борьба с антисемитизмом, отныне они считали, что Израиль находится по другую сторону баррикад, в борьбе за свободу обездоленных. Мацпен выбрала новые левые позиции и применила их к местным условиям. Это уже не критика какой-либо государственной политики, а критика, ставящая под сомнение самулегитимность существования Израиля, поскольку его создание было связано с несправедливостью по отношению к палестинцам. Маргинальные группы, такие как Мацпен и даже Черные Пантеры, были чрезвычайно малочисленными и не могли вызвать народное доверие, подавляющее большинство израильтян как слева, так и справа, независимо от того, согласны они со всеми действиями своего правительства или нет, разделяли его уверенность в том, что оно любыми средствами достигнет мира и что нескончаемая война, которую израильской молодежи приходилось вести на границах, была, так сказать, войной без выбора. Но в начале 1970 года внутренняя напряженность в сочетании с падением морального духа среди молодых людей из-за бесконечной войны и многочисленных случаев гибели разразилась чередой событий. В апреле того же года выяснилось, что Нахум Гольдван, президент Всемирного Еврейского Конгресса, прощупывает почву и добивается встречи с президентом Египта Гамалем Абдалем Насаром. Неизвестно, было ли что-нибудь в этих контактах и действительно ли Гольдман был приглашен в Каир, ясно то, что правительство Израиля во главе с Голдой Мейер мало что знали о дипломатической попытке Гольдмана и его выставлении себя на показ, как некоронованного министра иностранных дел еврейского народа. Гольдман воспользовался своей свободой и отправился туда, куда официальному Израилю было запрещено отправлять посланников. Он также не всегда консультировался с израильским правительством и не всегда действовал в соответствии с его пожеланиями. Как писал ученый Мейер Чазан, инициатива Гольдмана находилась в сумеречной зоне дипломатии. Не важно, могла ли встреча в Каире состояться или нет. Важно, что из-за того, что общественность посчитала отказом правительства дать Гольдману свое благословение на возможное заключение мира, что никак нельзя было упускать, разразилась настоящая буря. В газетах разгорелась острая полемика между сторонниками и противниками Гольдмана, группа из пятидесяти шести учеников средней школы и Иерусалима, направила премьер-министру письмо с предупреждением. Мы и многие другие поэтому задаемся вопросом, как мы можем сражаться в постоянной бесконечной войне, в то время, как политика нашего правительства такова, что шансы заключить мир упущены. В отличие от американских противников войны во Вьетнаме, которые отправлялись в Канаду, чтобы избежать призыва, большинство подписавших это письмо через несколько месяцев были зачислены в боевые подразделения и служили на фронте у Суэцкого канала. Письмо, известное как письмо двенадцатиклассников, вызвало как бурную поддержку, так и отпор среди израильской молодежи. После него в израильском обществе началась политическая дискуссия о мире, чего ранее избегали. В то же время в театре Камери в Тель-Авиве была поставлена сатирическая пьеса Ханоха Левина «Квин ов де Бафт Таб» «Королева ванной». Помимо использования нецензурной лексики и крайне грубых образов, под влиянием новой вседозволенности, вызывавших отвращение у публики, пьеса была резко антивоенной сатирой, подобной которой никогда раньше не видели в Израиле. В одном из эпизодов Ханох Левин обвинил отцов в том, что они приносили своих сыновей в жертву войне. Сомнительно, чтобы другие демократические страны разрешили постановку такого спектакля в то время, когда гремели пушки. Яростные протесты зрителей и широкой общественности против пьесы наряду с поддержкой пьесы и ее идеи, а также за свободу выражения мнений, освещались прессе более месяца. Символически с этим событием связано представление Song for Peace, песня во имя мира, поставленная армейской развлекательной труппой, созданная Яковом Ротблитом как гимн и вдохновленная фильмом Hair волосы. Эта песня говорила от имени павших в войне на истощение и призывала к мирной активности в духе Give peace a chance. Пусть солнце встанет и даст утренний свет. Чистейшая молитва не вернет нас. Заключение говорилось «Не говори, что этот день настанет. Сделай так, чтобы он наступил. Ибо это не сон. И на всех городских площадях приветствуйте мир». Это вызвало гнев командира Центрального военного округа Цахала Рехавама Заэви, который запретил постановку. С тех пор песня стала гимном израильского движения «За мир». Теперь обнажилась изнанка израильского общества. Психологическая трудность выдержать затяжную войну, чувствительность к человеческим жертвам и тоска по миру. Подавляющее большинство израильтян считали, что они участвуют, так сказать, в войне без выбора и должны стиснуть зубы и служить в армии обороны Израиля в меру своих возможностей, хотя в средствах массовой информации подчеркивалось появление новых левых пацифистов, на самом деле утверждение правительства, что не с кем поговорить и в то же время не о чем говорить получило почти всеобщее одобрение, однако продолжительный трехлетний период обязательной военной службы, частые вызовы из запаса и особенно списки павших солдат подорвали моральный дух. Радость победы сменилась глубоким разочарованием. Общественный консенсус в Израиле поддерживаемой партией Авода теперь был поставлен под сомнение как в социальном, так и в политическом отношении. Единый национальный дух всего лишь дал трещины, но они предвещали раскол. Глава пятнадцатая война судного дня 1973 год 6 октября 1973 года в Йом-Кипур по всему Израилю прозвучала сирена воздушного налета, ознаменовав начало новой эры, хотя в то время этого никто не мог себе представить. Война судного дня или Октябрьская война, как ее называли египтяне, стала переломным моментом в истории Израиля и Ближнего Востока. Она изменила восприятие израильтянами своей страны, а также политическое и социальное пространство Израиля и его отношения с соседями, возможно, даже больше, чем шестидневная война. Никто в Израиле или на Западе не ожидал, что осенью 1973 года разразится война. В сентябре 1970 года, примерно через месяц после окончания так называемой войны на истощение, Насар внезапно скончался и его место занял Анвар Садат, один из наименее выдающихся офицеров, возглавлявших переворот 1952 года в Египте. В дипломатических и разведывательных отчетах он описывался как, так сказать, серый человек, лишенный энергии и лидерства. Там утверждалось, что он не способен проводить новую политическую линию или, как вариант, развязать войну. В течение трех лет между осенью 1970 года и осенью 1973 года израильско-египетская граница оставалась спокойной. В первый месяц после так называемой войны на истощение и соглашения о прекращении огня, которое должно было заморозить существующую ситуацию, египтяне развернули ракеты класса «Земля-воздух» ЗРК вдоль Суэцкого канала, что было вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня. Протесты Израиля оказались безрезультатными, поскольку египтяне проигнорировали требования Америки о выводе ракет, а Израиль не считал это достаточной причиной для нарушения режима прекращения огня. Израиль неверно оценил глубину горечи и унижения египтян после оккупации Синайского полуострова и разгрома их армии, их готовность провоцировать столкновения с израильтянами, а затем и так называемая война на истощение вскоре после окончания войны 1967 года должны были предоставить Израилю достаточные доказательства того, что Египет крупнейшая и сильнейшая из арабских государств не способен принять с течением времени статус кво. Размещение ЗРК вдоль канала стало еще одним намеком на воинственное намерение Египта. Но в Израиле царило самодовольство из-за масштабов победы в 1967 году, приведшее к тщеславию и высокомерию высшее командование Цахала. Военное руководство считало египетскую армию неполноценной, неспособной к самопожертвованию и стойкости. Возникла так называемая концепция разведки. Согласно ей, до тех пор, пока египетская армия не будет снабжена тактическими баллистическими ракетами СКАД, способными поразить тыл Израиля и современной военной техникой, которая даст ей преимущество над армией обороны Израиля, египтяне не нападут. Эта оценка была основана на противоречивых отчетах разведки. Был ли источник достоверным? Или информация была передана двойным агентам, чтобы ввести израильтян в заблуждение? Руководители разведки далее утверждали, что египтяне не осмелятся атаковать, потому что знают, что Цахау нанесет им поражение, но даже если бы египтяне атаковали, они приложили бы лишь частичные усилия, с которыми регулярные подразделения Цахала могли справиться, пока не будут мобилизованы резервы, но мобилизацию резерва требовалось 48 часов. В начале 1971 года, вскоре после того, как утвердился во власти и стал президентом Саддат, стал прощупывать почву, намекая на изменения внешнеполитической линии египтян, предлагая достичь соглашения с Израилем, якобы в переговорах по продлению перемирия вдоль Суэцкого канала, которое должно было закончиться через три месяца. В ноябре 1970 года Мошедаян публично говорил о взаимном сокращении израильских и египетских сил вдоль канала и даже об отходе израильских войск на некоторое расстояние от него, чтобы позволить Египту очистить канал, открыть его для судоходства и восстановить города вдоль его берегов. Этот шаг был направлен на уменьшение давления на Израиль с целью достижения урегулирования на основе полного ухода с оккупированных территорий, а также для обеспечения продолжения режима прекращения огня. Более того, такая договоренность побудила бы египтян сохранять режим тишины на границе. Предложения Даяна были встречены в Израиле без особого энтузиазма, поскольку предполагали в определенной степени уход с оккупированной территории без мирного соглашения, но Садат, продолжая мысли Даяна, сделал собственное предложение. Если Израиль согласится отойти к линии Эль-Ариш раз Мухаммад, примерно посередине Синая, и передать этот район под контроль Египта, включая военный, он продлит режим прекращения огня, откроет канал для судоходства, восстановит города на канале, и даже позволит международным силам остаться в Шарм-эль-Шейхе, чтобы обеспечить свободный проход через Эйладский залив. Однако Израиль не пожелал отступить к перевалам Митла и Гиди и позволить египетской армии перейти на восточный берег канала, несмотря на то, что временное соглашение не налагало бы условий на будущее окончательное соглашение, обе стороны боялись сделать шаг, который мог бы ослабить их позиции на переговорах по окончательному соглашению. Израиль опасался вывода войск без предварительной договоренности о мирном договоре, Садат потребовал заключить предварительное соглашение о полном отступлении к границам от 4 июня 1967 и обусловил мирный договор урегулированием палестинской проблемы. Американские посредники считали, что позиции сторон слишком далеки друг от друга, чтобы способствовать достижению соглашения. Безвыходное положение продолжалось в течение следующих двух лет и было преодолено только после войны судного дня. В ходе переоценки ценностей, произошедшей в Израиле после войны, и учитывая, что временные соглашения, достигнутые после войны, оказались очень похожи на те, которые были предложены Садатом, был поставлен вопрос, не совершил ли Израиль трагическую ошибку, отвергнув предложение Садата 1971 года. Это один из тех вопросов, на которые историки затрудняются ответить. Ситуация до войны не имела ничего общего с ситуацией после нее, как с точки зрения позиции Садата и его способности предпринимать решительные шаги, так и с точки зрения правительства Израиля, его взглядов на ситуацию и возможности выхода из нее. Мог ли Садат до войны пойти на временное соглашение без заявления об окончательном урегулировании? Был бы оправдан отказ израильского правительства от территории в обмен на двусмысленное соглашение о неприменении боевых действий без мирного договора? Эти вопросы останутся открытыми для историков. В контексте 1971 года они были связаны с довоенной оценкой израильских и американских лидеров и ограниченным доверием к Садату и его намерениям. В течение последующих двух лет Соединенным Штатам хватало забот, прежде всего в других регионах мира, Ближний Восток считался задворками международной политики, Садат укреплял свои позиции в Египте. По его заявлению, 1971 год должен был стать решающим годом, но год прошел без нарушения режима прекращения огня, несмотря на провал переговоров по временному соглашению. В июле 1972 года Садат потребовал от Советского Союза отозвать своих военных советников из Египта, что явилось явным намеком для Соединенных Штатов на его намерение сменить ориентацию в политике. Садат признал, что ему нужна американская поддержка, чтобы заставить Израиль уйти, однако на данном этапе американцы не проявили никакого интереса к выходу из Ближневосточного тупика. Они, как и израильтяне, считали, что в случае вооруженного конфликта Израиль легко одержит победу над египтянами. Египетские планы Актярской войны были основаны на предположении Садата, что если ему удастся оккупировать любую территорию по другую сторону Суэцкого канала, он выйдет из тупика и изменит статус-кво. Египтяне планировали, что их многочисленная армия пересечет канал по всей линии, а затем окопается на узкой полосе шириной от 10 до 15 километров под зонтиком ЗРК. Для египтяна шаломляющая победа израильских ВВС в шестидневной войне, когда те подвергли египетские наземные силы воздушной атаки, стало потрясением. Теперь египтяне пытались защитить себя от подобной возможности, плотно прикрывая армию с помощью ЗРК, что нейтрализовало бы превосходство израильских ВВС. Планирование войны Египтом было опробовано в ходе маневров, самые значительные из которых провели в апреле 1973 года. Это заставило Цахал объявить повышенную боевую готовность и мобилизовать резервы. Позже выяснилось, что эта серия маневров на самом деле была учениями египетской армии для перехода через канал, а также для того, чтобы ввести израильтян в заблуждение и притупить их бдительность ложными тревогами. Неоднократные крики о волке в итоге сделают врага невнимательным к любым признакам неминуемой атаки. В апреле 1973 года садат и президент Сирии Хафес Асад согласовали план войны. 25 сентября король Хусейн предупредил Голду Мейер о неизбежном скоординированном египетско-сирийском нападении. Он не назвал точную дату. Его предупреждение последовало за саммитом в Каире, где он узнал о плане совместной войны. Ему поручили предотвратить нападение Израиля на Сирию через Северную Иорданию. Все признаки указывали на воинственные намерения сирийцев и египтян. Сосредоточение египетских войск вдоль Суэцкого канала и наведение мостов были явными признаками неминуемой атаки. Крупные сирийские бронетанковые силы наблюдались вдоль границы Сирии, но голландских высотах. По словам Даяна, численность сосредоточенных сил могла обеспечить сердечный приступ. Но израильская разведка продолжала утверждать, что существует низкая вероятность войны, поскольку условия, необходимые садату для нападения, не достигнуты. В оценке разведчиков сочетались спокойствие и преувеличенная самоуверенность. Предполагалось, что даже если война действительно разразится, последует как минимум сорока восьмичасовое предупреждение, обеспечив время, необходимое для мобилизации резервов. В пятницу накануне Йом-Кипур израильский кабинет министров собрался на экстренное заседание. Были получены разведданные, не оставляющие сомнений в том, что на следующий день разразится война с Сирией и Египтом. Разведка доложила о начале войны в 18.00. На самом деле все началось в 14.00. В ходе пятничной дискуссии начальник генерального штаба Давид Дадо Эл-Азар запросил разрешение на нанесение превентивного удара с воздуха по многочисленным египетским и сирийским войскам. Кабинет отказался выставлять Израиль в роли агрессора. Кабинет министров предупредил администрацию США о неизбежности войны, заявив, что Израиль не намерен наносить превентивный удар. В то же время было принято решение об ограниченной мобилизации резервов. К счастью, за несколько дней до этого на голландские высоты выдвинулась дополнительная бронетанковая бригада, что сыграло решающую роль в предотвращении сирийского наступления. Война судного дня была противоположностью шестидневной войны. Вместо быстрой решающей победы большое количество жертв, потеря контроля и ошибочное понимание карт сражений, борьба между генералами и отсутствие доверия. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Быстрое наступление сирийцев привело к экстренной мучительной эвакуации из израильских населенных пунктов на голландских высотах. В эпоху танковых войн больше не было места мифу о поселениях, защищающих территорию. Командный пункт на базе Нафах достался сирийцам. Гора Хермон была взята сирийскими спецназовцами. Между сирийскими танками и Орданской долиной и долиной Хула находились лишь небольшие бронетанковые подразделения, несколько танков, рота здесь и рота там, остановившие сирийское наступление ценой жертв своих экипажей. В течение двух дней ситуация на севере казалась ужасной. Из-за сирийских ракет у ВБС возникли сложности. Только с прибытием резервов и началом реорганизации началась битва за возвращение высот, за которой последовало наступление Цахала. Оно вывело войну за пределы Эль-Кунейтры к дороге на Дамаск. Накануне прекращения огня Цахал отвоевал опорный пункт на горе Хермон, жизненно важный для наблюдения за сирийской территорией. Переход Египта через Суэцкий канал начался с интенсивного артиллерийского обстрела опорных пунктов линии Бар-Лева, Несмотря на раннее предупреждение, войска оказались застигнуты врасплох. Египетские войска перешли канал под прикрытием артиллерии, несколько израильских военнослужащих на опорных пунктах было убито, несколько взято в плен, а остальным удалось вернуться к позициям Цахала. Израильские ВВС, пытаясь остановить сирийское и египетское наступление, понесли неожиданно тяжелые потери от ЗРК. Стратегия египетской армии оказалась эффективной. На ранних этапах войны необходимость оказания помощи сухопутным войскам не позволяла израильским ВВС уничтожить ракетные базы, что увеличивало потери самолетов. Потеря пилотов была намного серьезнее, чем потеря самолетов. После шестидневной войны в Цахале преобладало мнение, что военно-воздушные силы станут решающим фактором в войне. Как обучению, так и капиталовложениям в пехоту и бронетехнику не уделялось должного внимания. Например, у израильских войск не было приборов ночного видения, а у египтян были. Противотанковые ракеты САГЕР российского производства, находящиеся на вооружении египетской армии, уничтожали израильскую бронетехнику, поскольку израильтяне не могли ответить им тактически. Было ясно, что снаряжение Цахала устарело, а кое-чего просто не хватало. Дополнительные склады, открытые после мобилизации резервов, часто оказывались полупустыми. Поспешная мобилизация в чрезвычайных условиях выявила недостатки в логистической системе Цахала. Как говорится, у победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота. Война судного дня впервые в израильской военной истории спровоцировала так называемую «войну генералов», поскольку начальник южного командования Шмуэль Городиш Гонен, легендарный герой книги Шаптая Тевета Танки Тамуза, постоянно конфликтовал со своим предшественником Ариэлем Ариком Шароном, который теперь возглавлял резервную дивизию под командованием Гонена. Гонен, вступивший на пост летом перед войной, не смог удержать контроль над фронтом и действовал неадекватно обстановке. Его тактика соответствовала уровню командира дивизии, а не главе командования. Со своей стороны Шарон не был склонен подчиняться приказам непосредственного начальника или даже начальника генерального штаба и руководил операциями своей дивизии так, как считал нужным. Так называемая война генералов происходила в то время, когда в первые дни войны бушевали ожесточенные бои, а Цахал еще не адаптировался к новым боевым условиям. В первые пять дней войны Израиль занимал оборонительную позицию, но продолжал предпринимать локальные контратаки на обоих фронтах. 8 октября, основываясь на непроверенных данных и ошибочной интерпретации ситуации, Цахал начал контратаку на Южном фронте, и она закончилась неудачей. Это был, наверное, самый тяжелый момент за всю войну. Танки были уничтожены, их экипажи убиты, самолеты потеряны, их пилоты также погибли. Дайан утратил самообладание и готовился объявить о разрушении третьего храма на пресс-конференции. Голда Мейер, которую редакторы газеты предупредили о намерении Дайана, помешала ему сделать это объявление. Обеспокоенная потерей боевой техники, она обратилась с отчаянной личной просьбой к президенту США Ричарду Никсону доставить по воздуху военную технику в Израиль, намекая, что государство находится в серьезной опасности. Никсон согласился, и 14 октября началась воздушная переброска. Тем временем Кабинет Министров и Генералитет приняли решение о смене приоритетов, сосредоточиться на Сирийском фронте, наиболее опасном из-за близости к израильским населенным пунктам, тем временем оставаясь в обороне на Египетском фронте, отразив Сирийскую атаку и вернув себе большую часть голландских высот. Сахал начал там контратаку 11 октября, и в течение трех дней ситуация изменилась до неузнаваемости, Когда боевые действия закончились, пригороды Дамаска были в пределах досягаемости артиллерии Цахала. На юге, не считая поражений 8 и 14 октября, Цахал продолжал свою оборонительную тактику, прилагая все усилия, чтобы предотвратить истощение военных сил. 14 октября египетская армия отказалась от своего первоначального плана оставаться под ракетным зонтом и начала бронетанковую атаку на Синае. В этом сражении египетская армия потеряла около 250 танков, а Цахал только 20. После ослабления египетской армии и поражения сирийцев на голландских высотах настало время израильского наступления. Оно началось с форсирования канала войсками Цахала, продолжилось захватом его западного берега и закончилось обходом египетской армии с фланга. Когда 22 октября было объявлено о прекращении огня, Цахал контролировал дороги в Каир и Дамаск. Армия обороны Израиля использовала нарушение Египтом режима прекращения огня, чтобы завершить окружение третьей египетской армии. прекращение огня вступило в силу 24 октября. Первые дни войны оказались самыми тяжелыми. За это время были развенчаны мифы о силе и боевой способности Цахала, слабости и низкой боеспособности арабов. Мало того, что египтяне и сирийцы застали врасплох Израиль, Израиль, который бахвалился превосходной разведкой, но и в самих боях Цахал не смог ничего противопоставить ракетам Сагер, изобретательно и смело использованным египетскими войсками, бронетехника и авиация понесли тяжелые потери. Падение укреплений канала, когда многие из их защитников оказались захвачены в плен или убиты египтянами, стало серьезным ударом по моральному духу израильтян. Показанное по телевидению кадры заключенных пошатнули миф о храбром сильном сабре, который никогда не сдается на протяжении многих лет существования государства. Этот миф определял общепринятый образ поведения сабров, олицетворявший резкий контраст с евреем диаспоры, покорно подчинявшимся угнетателям. В первые пять дней боев армия понесла примерно половину потерь всей войны. Около двух тысяч трехсот человек погибли. По другим оценкам это число составляет две тысячи шестьсот человек и более пяти тысяч человек были ранены. По другим оценкам семь тысяч пятьсот человек. Было потеряно около ста самолетов и выведено из строя около одной тысячи ста танков, четыреста из которых полностью уничтожены. Арабы, однако, потеряли около трехсот семидесяти самолетов и двух тысяч двухсот пятидесяти танков, около пятнадцати тысяч шестисот солдат были убиты и около восьми тысяч семисот взятых в плен. По сравнению с тремястами израильтянами, но Израиль был ошаломлен не только своими потерями, но и постепенным осознанием того, что во время войны были моменты, когда казалось, что само существование государства висит на волоске. Одна из газет опубликовала статью с игрой слов со словом «блима» на иврите, которая означает «оборонительные действия» и также является частью идиомы «висеть на волоске». В первые дни боев общественность не знала, что происходило на двух фронтах и продолжала верить, что Цахал сломает им кости, как обещал начальник генштаба. По мере того, как война продолжалась и египтяне транслировали изображения израильских военнопленных, израильская общественность осознала, что эта война становится иной, не бесконечным парадом побед, к которому они привыкли с 1956 года, поэт Иегуда Амихай писал «Октябрьское солнце согревает наших мертвецов, горе, тяжелая деревянная доска, слезы, гвозди». Война закончилась патовой ситуацией для израильских и египетских сил. Израиль не смог демобилизовать свои резервные части, что сделало возвращение к нормальной жизни чрезвычайно трудным. Окруженная третья египетская армия нуждалась в припасах, которые Израиль поставлял в небольших количествах под эгидой ООН. Ситуация не могла продолжаться долго. Обе стороны были заинтересованы в размежевании. Израильские силы достигли 101-го километра на дороге Суэц-Каир, где 28 октября генерал Абдель-Гани эль-Гамаси и бригадный генерал Аарон Яриф встретились для прямых переговоров, первых в своем роде в израильско-египетских отношениях. Два переговорщика представляли лидеров своих стран Анвара Садата и Голду Мейер и отчитывались перед ними в ходе переговоров. Их закулисным партнером был госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер. Одним из результатов войны стало повышение статуса Соединенных Штатов в арабском мире, поскольку Садат был убежден, что хотя Советы могут поставлять ему оружие, они не могут оказать давление на Израиль, чтобы тот вывел войска с занятых территорий. Однако Израиль был изолирован и более чем когда-либо зависел от Соединенных Штатов, что сделало его уязвимым для американского давления. Европейские страны не оказали поддержку Израилю в трудный час, и стало ясно, что с американскими воздушными перевозками они не помогут. Во время войны 7 октября арабы объявили нефтяное эмбарго в знак протеста против американской помощи Израилю, что вызвало беспрецедентный рост цен на нефть. Нефтяной картель организации стран-экспортеров нефти ОПЕК получил огромные прибыли, но арабы также признали необходимость переговоров с американцами. Киссинджер, который до войны редко участвовал в ближневосточных делах, теперь разработал концепцию, согласно которой соглашение между Израилем и египтянами станет основой для дальнейших соглашений между Израилем и странами арабского мира. Он заявил, что такое соглашение должно заключаться шаг за шагом, не создавая нереалистичных ожиданий с обеих сторон, и что Соединенные Штаты должны играть ведущую посредническую роль между двумя сторонами. Формально рамками для соглашений должна была стать международная конференция в Женеве, инициированная Никсоном и Киссинджером и с участием Советов в рамках разрядки между США и СССР, но настоящие переговоры между сторонами должны были проходить при посредничестве Киссинджера который должен был контролировать весь процесс. Переговоры на 101-м километре шли хорошо. Гамаси и Яриф нашли общий язык. Здесь были согласованы шесть пунктов, которые станут основанием для размежевания. Они касались обмена пленными, снабжения третьей армии и снятия египетской блокады Баб-Эль-Мандепского пролива, введенной в начале войны, частично блокировавшей проход Вайладский залив. Египетские силы должны остаться в полосе шириной десять километров к востоку от Суэцкого канала. Израиль должен уйти с территории, которую оккупировал к западу от канала, а также с полосы шириной двадцать километров к востоку от него. Десятикилометровая буферная зона между Цахалом египетской армии будет занята чрезвычайными силами ООН ЧС ООН для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня и разъединением. Силы с обеих сторон будут сокращены до семи тысяч человек. В какой-то момент прямые переговоры на сто первом километре были остановлены под давлением Киссинджера, который хотел, чтобы соглашение было достигнуто на Женевской конференции. Соглашение было подписано на сто первом километре восемнадцатого января 1974 года. Его схема легла в основу будущих соглашений между Израилем и Египтом. Урок, извлеченный из прямых переговоров на сто первом километре, заключался в том, что это способствовало быстрому продвижению переговоров. Урок не был забыт. Сирии было труднее достичь соглашения о военном разъединении после продолжительных переговоров, которые вызвали обострение, приведя в марте 1974 года к так называемой войне на истощение вдоль границы, 31 мая 1974 года в Женеве, было подписано соглашение, в соответствии с которым Израиль обязался уйти с территории, которую оккупировал во время войны. Там будут размещены войска ЧС ООН. Был проведен обмен пленными, и сирийцы обязались сократить силы вдоль границы. Хотя она была и агрессором, и проигравшей стороной, Сирия настаивала на территориальной выгоде, аналогичной той, которую получил Египет на Синае, уход Израиля с некоторых территорий, оккупированных во время войны 1967 года, предстояли долгие и трудные переговоры, в ходе которых Киссинджер курсировал между Иерусалимом и Дамаском. В конце концов, Израиль согласился уйти из города-призрака Эль-Кунейтра и передать его сирийцам, а сирийцы отказались от своих требований о дополнительных территориях. Эта уступка Израиля облегчила соглашение о размежевании, таким образом война судного дня подошла к концу. Октябрьская война была вписана в историю Египта как «великая победа», смывшая позор войны 1967 форсирование канала египетскими войсками и их закрепление на западном берегу, когда Цахал не смог воспрепятствовать этому и изгнать их, запечатлелись в коллективной памяти египтян как блестящие успехи, чем они и были на самом деле. Восстановление египетской армии, которая продемонстрировала боеспособность и достигла своих целей, возродила национальную гордость Египта. В Каире был построен музей, посвященный победе. Годовщина войны заменила день офицерского переворота в качестве государственного праздника и ознаменовалась грандиозным военным парадом. Миф об Октябрьской войне сыграл жизненно важную роль в укреплении статуса садата в Египте как лидера, восстановившего превосходства страны в арабском мире, усиление положения садата позволило ему достичь мирного соглашения с Израилем без учета позиций других арабских государств или палестинцев. Несмотря на фактор неожиданности и тяжелые неудачи первых дней боевых действий, война судного дня закончилась великой победой Израиля, но израильское общественное мнение восприняло это иначе. Накануне шестидневной войны Израиль пребывал в состоянии глубокой тревоги, которая в мгновение око сменилась эйфорией от блестящей победы. Накануне войны судного дня Израиль был излишне самодоволен, а в результате войны самодовольство сменилось депрессией. Весь народ оплакивал тысячи погибших и раненых и погрузился в общенациональный траур, следы которого сохранялись десятилетиями. Вера в правительство, возглавляемое партией Авода, бывшей центром принятия решений на национальном уровне с 1933 года до такой степени, что это казалось вечным, теперь была безвозвратно утеряна. Вера военное руководство пошатнулось со времен шестидневной войны. Командиры Цахала считались почти легендарными личностями, способными одолеть любого врага. СМИ называли этих непобедимых генералов лучшими в мире. Общественное мнение соглашалось с высокомерием и тщеславием СМИ и было склонно верить лозунгам. Легко и комфортно было чувствовать себя в безопасности и под защитой армии и обороны Израиля. А затем началась война, заставшая командиров Цахала врасплох и доказавшая, что превосходная разведка Цахала имеет серьезные изъяны. Резервы были мобилизованы поздно. Армия оказалась плохо оснащена. Разразилась так называемая война генералов. Все эти упущения подорвали имидж Цахала и его руководство. Израиль вернулся к своему психологическому состоянию до шестидневной войны. Маленькая страна в постоянной экзистенциальной опасности. Наступили, что называется, сумерки богов. Соглашение о разъединении сил Сии и Египтом, включая мандат ЧСОН, первоначально были рассчитаны на шесть месяцев, а затем периодически продлевались. В марте 1974 года было снято арабское нефтяное эмбарго в отношении Соединенных Штатов, но весь западный мир вступил в период экономической нестабильности, витка инфляции и безработицы в результате резкого повышения цен на нефть ОПЕК. Американцы стремились укрепить тесные связи, сложившиеся между ними и Египтом с целью ослабления советского влияния на Ближнем Востоке и поддержки умеренных тенденций в арабском мире. Требовалось, чтобы страны продолжали подкреплять временное соглашение дальнейшими позитивными шагами. Попытка заключить временное соглашение между Израилем и Иорданией не увенчалось успехом. Король Хусейн потребовал долину реки Иордан, но израильтяне не уступили контроль безопасности над ней. Они выдвинули встречное предложение разделить функции власти на западном берегу, где Хусейн будет отвечать за гражданскую жизнь, а израильтяне за безопасность. Хусейн не смог принять это предложение, поскольку его бы осудили за сотрудничество с израильской оккупацией. На саммите Лиги Арабских Государств в Рабате в 1974 году была принята резолюция, в которой ООП была признана единственным законным представителем палестинского народа, из-за чего Хусейн утратил формальную власть на западном берегу. Сирийцами возможности дальнейшего временного соглашения по Голланам были ограничены как из-за характера местности, так и из-за того, что Асад не проявлял к этому интереса. Поэтому внимание Киссинджера вполне естественно сосредоточилось на продвижении соглашения между Израилем и Египтом. Тем временем в Белом доме появился новый резидент. Никсон ушел в отставку после дела Уотергейта и был заменен Джеральдом Фордом, назначенным вице-президентом после отставки Спиро Агню. В Израиле премьер-министром стал Ицхак Рабин. Смотрите следующую главу. Правительство Рабина подверглось нападкам извне со стороны многоголосой оппозиции, а изнутри со стороны министров, не признавших власть Рабина. Правительство оказалось разобщенным и неспособным принимать решения. Именно в этой ситуации Киссинджер попытался выступить посредником между Садатом и Рабином, чтобы достичь более стабильного соглашения по Синаю, которое содержало бы элементы, обеспечивающие спокойствие в долгосрочной перспективе. Израильтяне хотели исключить Египет из кольца враждебности вокруг своей страны, чтобы устранить любую возможность будущей войны на два фронта. Египет хотел не только заполучить территорию Синая, но и развивать отношения с Соединенными Штатами. Он требовал стратегически важных перевалов Митла и Гидди и контроля над нефтяными месторождениями Синая, Израиль был готов к небольшому выводу войск и в обмен потребовал отмены состояния войны между Израилем и Египтом. Китинджер курсировал между Израилем и Египтом, используя все свои дипломатические навыки, чтобы сократить разрыв между двумя сторонами, Саддат не взял на себя обязательства положить конец войне, а Израиль отказался отступить за восточные склоны перевалов. На определенном этапе Саддат был склонен принять формулу альтернативную миру, так называемое неприменение силы. Израиль был готов возвратить нефтяные месторождения, но стороны разошлись во мнениях по поводу прибрежной полосы, которая соединяла бы нефтяные месторождения с египетской территорией, территориальный вопрос перевалов остался нерешенным, и в марте 1975 года переговоры сорвались. Киссинджер намекнул, что в отсутствие соглашения военные действия будут возобновлены и нефтяное эмбарго вновь введено, но правительство Робина отвергло эти угрозы, отказ уступить американскому давлению, повысил престиж Робина среди израильской общественности, но это не улучшило ситуацию. Киссинджер молчаливо возложил вину за провал переговоров на Израиль, а президент Форд говорил о переоценке особых отношений между Израилем и США. Поставка оружия и иная помощь Израилю были приостановлены, однако американское общественное мнение встало на сторону Израиля, ограничив давление, которое могла оказать администрация после переизбрания. В мае 1976 года 76 сенаторов США подписали письмо президенту с требованием удовлетворить экономические и военные потребности Израиля. Каждая сторона и Израиль и Египет была заинтересована в достижении соглашения. Летом 1975 года при энергичном посредничестве Киссинджера переговоры возобновились. Израиль согласился на компромиссную формулу так называемого неприменения силы и невозобновления боевых действий на неограниченный срок. Он также согласился отойти за перевалы Митла и Гиди, но контролировал господствующий над ними хребет. Станции раннего предупреждения на израильской и египетской сторонах, укомплектованные частично американскими гражданами, были предназначены для предотвращения внезапного нападения. Большая часть территории, покинутой Израилем, оставалась бурферной зоной, контролируемой ЧС ООН. Египтянам был предоставлен суверенитет на территории, освобожденной Израилем, но их вооруженные силы оставались сокращенными, как и израильские силы за пределами буферной зоны. В будущем эти элементы демилитаризации, сокращения сил и станций раннего предупреждения, укомплектованных американскими гражданскими лицами, также стали эффективными компонентами мирных соглашений между странами. Временное соглашение, подписанное 4 сентября 1975 года, также гласило, что разногласия между двумя странами будут разрешены мирным путем, и что египтяне разрешат проходить невоенным грузом из Израиля и в Израиль через Суэцкий канал, который был вновь открыт в июне 1975 года, соглашения создали ситуацию, в которой обе стороны могли многое потерять в случае возобновления боевых действий, они стали сигналом готовности Египта заключить двусторонний договор с Израилем. Фактором, который остался вне рамок переговоров, стала ООП. Израиль и Соединенные Штаты согласились с тем, что о переговорах с ООП не может быть и речи до тех пор, пока эта организация не признает Израиль и резолюции 242 и 338 ООН. Как мы видели, ООП была вынуждена покинуть Иорданию в 1970 году, несмотря на участие в террористических актах, направленных на привлечение внимания всего мира, ООП не удалось ослабить контроль Израиля на оккупированных территориях. Однако она добилась поразительных успехов на международной арене после того, как в 1974 году была признана представителем палестинского народа на саммите в Рабате. Ясир Арафат был приглашен выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН 13 ноября 1974 года, и ООП получила статус наблюдателя в ООН. В следующем году Генеральная Ассамблея приняла позорную резолюцию, приравнявшую сионизм к расизму, подрывая саму легитимность еврейского государства. Эти события соответственно ознаменовали растущую легитимность ООП в мировом общественном мнении. Между тем, во время гражданской войны 1975-1976 годов в Ливане, разразившиеся в основном между христианами и мусульманами, произошли два события регионального значения. Сначала сирийцы вошли в Ливан, чтобы положить конец кровопролитию. Израиль смотрел спокойно на их действия до тех пор, пока сирийцы не двинулись к югу от реки Литани. Палестинцы, поддерживавшие радикальных левых мусульман в Ливане, были изгнаны из большей части страны. Теперь они сосредоточились в районе Сидона и Южного Ливана, который был недоступен для сирийцев из-за противодействия Израиля. Через несколько лет этот район стал базой и штаб-квартирой ООП, так называемым Фатх-Ланд, откуда она начала свои партизанские террористические атаки на Израиль. С избранием Джимми Картера на пост президента США Израилю стало ясно, что, несмотря на договоренности с предыдущей администрацией о том, что ООП не будет партнером в переговорах, пока она не признает Израиль, новый президент рассматривал палестинскую проблему как суть конфликта и стремился изменить позицию Израиля, переговоры между Робином и Картером были чрезвычайно напряженными, новая администрация также приняла иную концепцию управления ближневосточным конфликтом, американская политика с 1973 года, возглавляемая Киссинджером, была ориентирована на убежденность, что будет легче достичь соглашения с каждым арабским государством в отдельности и что попытка достичь общего урегулирования обречена на провал, поскольку любое совместное обсуждение усилит давление со стороны экстремистов. Поэтому Киссинджер избегал повторного созыва Женевской конференции после ее торжественного открытия в декабре 1973 года. Эта политика также была направлена на нейтрализацию активного советского участия в переговорах, исходя из предположения, что советы только настроят арабов более радикально. Администрация Картера, неопытная и движимая верой, что сможет привести к всеобщему миру, отклонилась от всех этих руководящих принципов. Таким образом, в течение года сменились все партнеры по переговорам по промежуточным соглашениям, кроме Садата. Пришло время перестановок. Глава шестнадцатая Израильское общество после войны судного дня. Когда разразилась война судного дня, в Израиле был разгар избирательной кампании, в ходе которой Голда Мейер выдвинула лозунг, что положение в стране лучше, чем когда бы то ни было. Учитывая войну и ее последствия, такой вариант предвыборной агитации был сомнителен. Выборы были отложены до конца декабря 1973 года и проведены, когда страна все еще находилась в шоке и шли переговоры о разъединении сил. Коалиция Хама-Арах, Цеврита-Блок, состав которой вошли Авода, воссозданная в 1968 году как единая партия СМАПАМ, Рафии и Ахдуд-Хаафода потеряла пять мест в Кнессете с 56 до 51. Это ослабило ее, однако не привело к потере гегемонии. Ликут, включающая Гахаль и несколько небольших партий правого толка, появившаяся на этих выборах впервые, получила 39 мест. Гахаль взяла 26 на выборах 1969 года, результатом стал существенный сдвиг в балансе сил между левыми и правыми. Однако Голди Мейер удалось сформировать коалицию с национальной религиозной партией, она настаивала на том, чтобы Моша Даян продолжал занимать пост министра обороны, израильское общество, под давлением которого Даян был назначен на должность министра обороны накануне шестидневной войны, почти безгранично доверяла ему, как человеку, отвечающему за безопасность Израиля. Теперь кумир подвел их. Это было болезненное, тяжелое, непростительное разочарование. Изначально Даян отказался присоединиться к правительству, однако Мейер рассматривала его отказ не как покорность общественному мнению, обвинявшему его в неудачах, а как попытку торпедировать правительство, над созданием которого она так усердно работала. В конце концов Даян сдался и присоединился к правительству. Тем временем общественное давление привело к формированию комиссии Агроната, независимой следственной комиссии под председательством судьи Верховного суда. Комиссия должна была определить, кто несет ответственность за медаль, провал или грубую ошибку армии, застегнутой врасплох и неподготовленной к войне. Согласно отчету комиссии, обвинение пало на начальника генерального штаба Давида Элазара, главу военной разведки и нескольких его помощников, а также на главу южного командования Шмуэля Гонена, начальник штаба и другие офицеры Цахала были освобождены от своих обязанностей, комиссия предпочла не обвинять гражданское руководство, приговор был воспринят с гневом широкими слоями общественности, ожидавшими правосудия для политического руководства, вернувшиеся с войны солдаты приняли участие в массовых демонстрациях перед правительственными учреждениями под лозунгом «Даяна в отставку». Перед лицом общественного протеста Голда Мейер подала в отставку 11 апреля 1974 года, потребовав отставки своего правительства, был созван Центральный комитет партии Авода, чтобы избрать ее преемника. Ветераны партии и ее левое крыло, ранее Ахдуд Хаафода, поддерживали Ицхака Рабина. Шимон Перес, близкий друг Даяна, был кандидатом от другой части партии и ее правого крыла, ранее Рафи. Рабин выиграл с небольшим отрывом. Новое правительство было сформировано в июне 1974 года Рабином, главой Генерального штаба во время Шестидневной войны, недавно завершившим работу в качестве посла Израиля в Вашингтоне и занимавшим второстепенный министерский пост в предыдущем привительстве Голды Мейер, хотя он был неопытным политиком, неучастие в решениях, приведших к войне судного дня, сыграло в его пользу. Шимон Перес был назначен министром обороны. Таким образом, смена поколений в руководстве Израиля прошла почти незаметно. Голда Мейер принадлежала к так называемому поколению основателей, которая эмигрировала в Палестину в начале двадцатого века и принимала участие во всех начинаниях предшествовавших государственности, пережив все невзгоды того времени. Это было решительное жесткое поколение лидеров, сформированное кризисами периода Ишува, Второй мировой войны и израильских войн. Когда Леви Эшколь умер в 1969 году, эстафету лидерства следовало передать поколению местных уроженцев, сражавшихся в войне за независимость, но из-за опасений, что соревнования между двумя кандидатами Мошадаяном и Галем Алоном расколет партию на части, Голда Мейер была выбрана в качестве временной меры, чтобы отсрочить внутреннюю борьбу. С уходом Голды, поколение ветеранов, считавшее себя лично ответственным за судьбу сионистского предприятия, покинуло политическую сцену. После войны судного дня израильская политика вышла из коридоров власти и устоявшихся рамок израильской демократии на улицу. Политический протест, как постоянный фактор, выражающийся в демонстрациях и массовом давлении на правительство с целью повлиять на политику, ранее был неслыханным в Израиле. Случались протестные движения, такие как «Черные пантеры» и женская демонстрация в штаб-квартире Мапай, призывавшая к назначению Даяна министром обороны накануне шестидневной войны, но они были скоротечными или незначительными по масштабам. Теперь впервые появились движения, сумевшие мобилизовать масса на непрекращающиеся демонстрации. Этот феномен, видимо, был связан с появлением телевидения в Израиле. Война судного дня была первой войной Израиля, которая произошла уже в эпоху телевидения. Видеоинформация принесла войну и ее ужасы непосредственно в каждый дом, создав своего рода виртуальное сообщество свидетелей событий, которые объединили войска на фронте и их семьи дома. Первоначально в демонстрациях участвовало всего несколько человек, но телепередачи, показывавшие демонстрантов и их плакаты, превратили относительно маргинальное явление в центральное событие в жизни Израиля. Из-за этого неделя за неделей протесты только набирали обороты. Первая волна протестующих требовала наказания Даяна, участники пребывали слева и справа, солдаты и семьи погибших, требуя, чтобы человек, которого они считали виновным, медаль, взял на себя всю ответственность, как уже отмечалось в отчете комиссии Агроната вся вина была возложена на военных, но политическое руководство, отдавшее приказы военным, оказалось оправдано. До этого принцип, согласно которому руководство обязано нести публичную ответственность за свои действия и без действия, практически не применялся в израильской политике, сомнительно, чтобы он вообще строго соблюдался в западных демократиях. Было немыслимо, чтобы потребовали отставки Бен-Гуриона после поражения в войне за независимость. Внезапное нападение японцев на Перл-Харбор не было расценено как неудача президента Рузвельта, с точки зрения отношения как общественности, так и руководства к обязанности лидеров признать свои ошибки, промахи и неудачи, а также способности общественного мнения влиять на правительство, 1974 год стал переломным годом. Требование, чтобы руководство взяло на себя ответственность за провал, особенно если он был связан с человеческими жертвами, с тех пор не раз повторялось в израильской политике. Наряду с протестным движением, не представлявшим конкретную политическую группу, появилось еще одно новое движение «ГУСХЭМУНИМ». Оно зародилось из стихийных организаций молодых студентов ИЕШИВ, особенно ИЕШИВЫ МЕРКАЦХАРАФ, студентов ИЭСХИФОТ ЭСДЕР, программа ИЕШИВ, сочетающая углубленное изучение Талмуда со службой в ЦАХАЛЕ, выпускников религиозного молодежного движения БНАЙ-АКИФА, приверженцев Великого Израиля с двух заглавных букв из религиозных и нерелигиозных лагерей, а также старожилов поселений на оккупированных территориях, ХАНАН-ПОРАТ из ГУШ-ЭЦИОНА, РАВИН-МОШЕ-ЛЕВИНГЕР из ХЕВРОНА и ЕГУДА-АРЕЛЬ с ГОЛАНДСКИХ ВЫСОТ. Полностью осознавая отчаяние и боль, царившие среди израильской общественности после войны, они поняли, что правительство готово пойти на территориальные уступки на Синае и Голландских ВЫСОТах и опасались, что ожесточенная война с ее многочисленными жертвами заставит правительство уступить американскому давлению и вывести израильские войска. После шестидневной войны по вопросу будущего оккупированных территорий израильская общественность разделилась на тех, кто считал их залогом, удерживаемым Израилем до тех пор, пока арабы не сочтут нужным достичь мирного соглашения, и тех, кто утверждал, что освобожденная земля не должна быть возвращена и ни пяди. левые рассматривали войну и ее ужасную цену как результат нежелания идти на компромисс и уйти с территории в обмен на соглашение, даже меньше, чем мир, и требовали гибкости в отношении территориальных уступок. Правые, особенно основатели ГУС-Эмуним, видели в войне доказательство решимости арабов уничтожить Израиль и пришли к выводу, что не должно быть никаких уступок, могущих быть истолкованными как покорность давлению, поскольку это только повлечет за собой дальнейшее давление и так без конца. С точки зрения правых, война и ее исход были великой победой, подобной которой не было с 1948 года, они не обращали внимания на выявленные слабые места и, что еще более важно, на цену, которую потребовалось заплатить. Круги, из которых сформировалась ГУС-Эмуним, в основном были национально-религиозными. Гершон Шафат, основатель, писал, что отчаяние и боль пробудили в членах движения новую надежду на новое начало, начало, проистекающее из непоколебимой веры в Создателя и повеления идти вперед. Эти утверждения подходят для мессианского движения, управляемого скрытой божественной заповедью, открытой только его приверженцам, которая игнорирует реальность во имя более высокой истины, они не предполагают рационального рассмотрения того, что возможно и желательно. Скорее, подобные утверждения навязывают концепцию веры и действуют согласно ей. Такое мировоззрение противоречило фундаментальной сионистской концепции, согласно которой возвращение в Сион рассматривалось как проект, осуществляемый в реальном мире, с соблюдением ограничений реального мира. Для Гузхэмуним, естественным каналом политической активности, была национальная религиозная партия. Тем не менее, хотя так называемая молодежь партии во главе с Зевулуном Хамером и Гудай Бен Мейером была сильнее, партия не контролировалась приверженцами великого Израиля с двух заглавных букв, а ее позиции оставались политически умеренными. Ее руководство, возглавляемое опытным ветераном Йосефом Бургом, стремилось продолжить исторический союз партии с Аводой. Гузхэмуним и более молодые лидеры потребовали, чтобы НРП не присоединялось к правительству Голды Мейер после выборов в декабре 1973 года, если она не согласится сформировать правительство национального единства. А Вода отвергла эту идею, поскольку такое правительство подорвало бы любую возможность соглашения с Египтом и Сирией. Именно этого и хотели в Гузхэмуним. Как только члены группы поняли, что не смогут действовать через НРП, они выбрали внепарламентскую стратегию, переговоры о разъединении с Египтом показали, что опасность, которую они предсказывали в любом продвижении к соглашению, неминуема, поскольку было ясно, что Израиль будет вынужден уступить территорию, хотя было трудно утверждать, что Синай или Голландские высоты, оба за пределами исторической земли Израиля с двух заглавных букв, были, так сказать, землей наших предков, готовность отказаться от территории, занятой в шестидневной войне, указывала на тенденцию, со временем могущую затронуть Иудею и Самарию. Первые демонстрации против соглашения о размежевании были организованы правыми интеллектуалами и политическими активистами, но Гус-Эмуним не применуло внести свой вклад. В отличие от небольшого числа участников демонстрации правых и особенно трудностей, с которыми люди сталкивались с течением времени, пока продолжались демонстрации, Гус-Эмуним мобилизовала поселенцев из Иудеи, Самарии и с Голландских высот и, так сказать, поселилась у зданий Кнесета и кабинета премьер-министра. Однажды они пришли со своими женами и детьми, разбили временный лагерь и на следующее утро около двух тысяч человек в молитвенных шалях стояли под окнами конференц-зала кабинета изображение, немедленно попавшее в трансляцию по телевидению. Мобилизационная способность Гус-Эмуним была тотальной. Она не ограничивалась ни финансовыми соображениями, ни каким-либо иным образом. Каждый раз, когда Киссинджер приезжал в Израиль, его встречали бурные демонстрации, Гус-Эмуним блокировало дорогу. Во время сложных переговоров с Сирией в мае 1974 года, когда выяснилось, что камнем преткновения между Израилем и Сирией стала судьба Кунейтры, поселенцы с голландских высот основали несанкционированное так называемое поселение в бункере в заброшенном городе. Первыми были нерелигиозные члены кибуцев и мошавов. Когда они поняли, что их партия Хакибуц Хеймухад не поддерживает их, то передали поселение группе Гус-Эмуним, которая взяла на себя обязательство создать постоянное поселение, с той оговоркой, что если правительство потребует, чтобы они переехали в другое место, они так и сделают. Так и случилось. В конце концов, Кунейтра была освобождена, но Кешет, нелегальное поселение, превратилось в постоянное поселение на голландских высотах на территории Израиля. Таким образом, был создан прецедент основания поселения без одобрения правительства с получением этого одобрения задним числом. Этот урок впредь не будет забыт. На данной ранней стадии уже был установлен порядок действий Гус-Эмуним, массовая мобилизация поселенцев, студентов и ешиф и других студентов и системы национально-религиозного образования, использование материально-технических ресурсов поселений для мобилизации поддержания демонстраций, длительные протесты, незаконное заселение с помощью сторонников или квази-сторонников из военно-политических структур. Это стало возможным благодаря религиозному пылу, который вдохновлял руководство Гус-Эмуним и наделял его сторонников необычайной духовной стойкостью в период угасания уверенности и потери ориентации в израильском обществе. Поэт Иегуда Амихай выразил взаимосвязь между травмой войны и усилением мессианских движений. Это страна, чьи мертвые лежат на земле вместо угля золота и железа. Они сокровища грядущих мессий. Ядро Гус-Эмуним было невелико. Это стало очевидно во время действия правительства Равина, когда одна и та же основная группа Элон-Море обосновывалась в разных местах в знак протеста против отказа правительства разрешить еврейское расселение в центре Иудеи и Самарии, то была своего рода бродячая группа активистов, которая инициировала поселение в определенном месте, объявляла об акции через социальные и учебные сети, чтобы мобилизовать сторонников, а затем, как только удавалось поставить в неловкое положение правительство, которое было вынуждено удалить ее, планировало следующее поселение в другом месте. Каждый раз, когда в повестке дня стояло политическое решение, коммуникационная сеть Гусх-Эмуним активизировалась и начинала действовать, чтобы мобилизовать массы. В ходе переговоров по временному соглашению с Египтом демонстранты Гусх-Эмуним сопровождали Киссинджера на протяжении всего его пребывания в Израиле, усложняя жизнь ему и его телохранителям и выкрикивая антисемитские эпитеты такие как «Еврей-мальчик» — намек на еврея, служащего нееврейским правителям. Дело было не только в самопожертвовании Гусх-Эмуним и стремлении его молодежи принять участие в демонстрациях в качестве перерыва в их повседневном религиозном обучении, тем более, что это позволяло юношам и девушкам участвовать в совместных мероприятиях и путешествовать по стране, что было на руку движению. Дело было также в неуверенности правительства перед решимостью активистов Гусх-Эмуним. Эта неуверенность с самого начала сопровождала поселенческую деятельность. Когда Равин Левингер отказался покинуть Хеврон, его поддержал Игаль-Алон. Хотя поселение в этом городе противоречило плану Алона, поселение в Гуш-Эционе перекликалось с мифом по его потере в войне 1948 года и получило одобрение правительства после оказания давления. Гусх-Эмуним категорически отказалось селиться в рамках плана Алона, который, хотя и не был официально принят правительством, был де-факто руководящим принципом для еврейского присутствия в Иудее и Самарии. Нарушение запрета на поселение в густонаселенном арабами сердце Самарии было декларацией о намерениях. Нельзя допускать, чтобы правительству пошло на компромисс в отношении территории исторической земли Израиля с двух заглавных букв. Жители поселений вдоль реки Иордан в окрестностях Рафаха и на Голландских высотах, поселений, созданных в соответствии с планом Алона, были заодно с поселенцами Гусх-Эмуним, а также оказывали им моральную и материальную поддержку. Для этих поселенцев и их сторонников мессианский пыл Гусх-Эмуним и их готовность заселить землю Израиля с двух заглавных букв, были продолжением энтузиазма социалистического сионизма поселенцев вдоль границ. Эти два типа казались схожими. Воспитанные молодежным движением, с той же простотой, с той же откровенностью, те же самые сабры, говорящие на иврите, по всей видимости, только ермолки и соблюдение заповедей отличали поселенцев до шестидневной войны, более поздних поселенцев плана Алона и новых поселенцев, действовавших по другую сторону так называемой зеленой линии и, как правило, бросавших вызов правительству, Гусх-Эмуним настаивала на их сходстве с другими поселенцами, чтобы укрепить свою легитимность в глазах левых министров. Они не видели никакой разницы между еврейскими поселениями в Афуле и в Самарии, оба имели одинаковую степень легитимности, вытекающую из права еврейского народа на свою родину. У них быстро появилось представление о том, что именно они настоящие преемники первых пионеров, законная ветвь древа сионизма, заселившего страну. Они получили эстафету от нерелигиозных пионеров, утративших свой пыл, время которых прошло. Теперь пришло время религиозного сионизма, который поднимал знамя новых пионеров. Так называемая передача эстафеты символизировала то, что они считали существенным изменением, необходимым для израильской культуры переход от светской гегемонии к религиозной. Эти новые поселенцы были не только инициаторами нового сионистского начинания, они также были предвестниками новой израильской культуры, всецело приобщенной к традиционной иудейской культуре, в отличие от светских евреев-нигилистов, утративших ориентиры и лишившихся ценностей истинного смысла. В 1975 году эвакуация нелегальных поселенцев из районов Иудеи и Самарии была постоянной частью повседневной жизни Цахала, повторяющегося ритуала, к которому ни одна из сторон не относилась серьезно. Эта беспечность закончилась столкновением инициированным Гусх-Эмуним в поселении Себастья. В начале декабря 1975 года сотни, а возможно и большее количество членов Гусх-Эмуним и их сторонники отправились на старую железнодорожную станцию в Себастьи, упорно настаивая на том, что они останутся там, в отличие от предыдущих случаев, когда соглашались уехать, все попытки убедить их уйти добровольно, чтобы избежать применения силы, оказались безуспешными. Было также ясно, что если армия насильственно эвакуирует их, они повторят то же представление через несколько недель. По мере того, как поселенцы оставались на своих местах, страх перед необходимостью применения силы против них, усиливался. Пресса начала сочувствовать этим молодым людям, которые не дрогнули, живя в суровых условиях, оставались на своих местах со своими женами и детьми, открытые ветрам, дождю и холодам. Телевизионные кадры подчеркнули их самопожертвование. Армия также не горела желанием вступить в конфронтацию, которая могла бы произойти, если бы ей пришлось эвакуировать их силой. Начал вырисовываться компромисс, на который правительство в конце концов согласилось. Группа поселенцев из 30 семей будет размещена в соседнем армейском лагере Каддум и армия обеспечит их работой. Начало заселения Самарии стало прорывом для Гусх Эмуним. Кто-то назвал бы это ходом истории. Верующие назовут это осуществлением воли божественного промысла, писал Гершон Шафат, ведущий исполнитель этой драмы. Что касается правительства, его авторитет серьезно пошатнулся. В ходе дискуссии, которые в итоге привели к компромиссу с Гусх Эмуним, всплыли воспоминания об Альталена и необходимости проявления воли правительства, но Рабин не был Бен-Гурионом и его правительство, опиравшееся на незначительное большинство в Кнессете и разделенное между сторонниками Рабина и Переса, не осмелилось предпринять действия, которые могли бы привести к кровопролитию среди евреев, осуществленному другими евреями. В разгар кризиса представители еврейских общин из других частей мира собрались в Иерусалиме, чтобы выразить свою солидарность с Израилем после принятия резолюции ООН, приравнявшейся к расизму. Рабин по вполне понятным причинам не хотел показывать им сцену применения силы Цахалам против евреев. Победа Гусхэмуним в Себастии доказала, что небольшое, но решительное меньшинство, готовое балансировать на грани ожесточенной конфронтации, может навязать свою волю колеблющемуся правительству. У правительства Рабина было немного хороших дней. В рамках временного соглашения с Египтом Рабин приобрел ряд экономических выгод, а также передовое вооружение в больших объемах, которые Соединенные Штаты согласились поставить сверх того, что Израиль получил раньше, но война обошлась Израилю в 8 миллиардов долларов. Огромная сумма, которая серьезно истощила валютные резервы страны и привела к огромному дефициту платежного баланса. Кроме того, рост цен на нефть и последовавший за этим глобальный экономический кризис легли тяжелым временем на экономику Израиля. Правительству пришлось сократить свои расходы и понизить уровень жизни в стране. Десятки тысяч рабочих потеряли работу. В первый год работы правительства Робина годовая инфляция превысила 50%. Чтобы обуздать инфляцию и улучшить платежный баланс, лира была существенно девальвирована. В конце 1975 года обменный курс составлял 9 лир за доллар по сравнению с 4,2 лир за доллар до введения чрезвычайной экономической программы инфляция начала снижаться, но по-прежнему составляла более 30% в год. Но в то время как экономика демонстрировала признаки восстановления и рос воловой национальный продукт, снижение уровня жизни и высокий уровень безработицы вкупе с продолжающейся инфляцией, никак не могли повысить рейтинг доверия правительству. Эксперты-экономисты утверждали, что эти меры жизненно важны для восстановления экономики, но общественность отказывалась принять это. По стране прокатились демонстрации черных пантер и других протестных организаций, рабочие, которых призвали затянуть ПСА, ответили на это серией забастовок, ударивших по экономике и помешавших осуществлению некоторых правительственных реформ. В среднесрочной и долгосрочной перспективе реформы в области налогообложения, субсидий, заработной платы, экспортного стимулирования и девальвации принесли пользу экономике, но в краткосрочной перспективе они вызвали общественную враждебность. В стране царила атмосфера уныния и недовольства, пережитки национальной травмы войны, израильтяне не забыли и не простили о воде медаль, конфликты между левыми и правыми обострились, когда так называемый территориальный компромисс и ни одной пяди заняли постоянное место в заголовках газет, хотя ни один арабский лидер не проявил себя готовым на территориальные компромиссы, опасения по поводу возросшего авторитета ООП на международной арене и утраты легитимности сионизма также имели место. Кроме того, правительство Рабина пострадало в результате нескольких серьезных случаев коррупции с участием деятелей, связанных с оводой, эти дела еще больше подорвали репутацию правительства. Появилось ощущение утраты верного направления. В 1975 году Йонатан Гефен выразил это чувство в популярной песне «Возможно, все закончилось». Говорят «Здесь было здорово до моего рождения и все было просто замечательно, пока я не приехал». Он перечисляет ряд сионистских символов мандатного периода, таких как маленький Тель-Авив и песчаные дюны, болота и комары, цитирует строки из старых сионистских песен таких как «For this is our land» и противопоставляет ностальгию по прошлому и нынешнюю действительность. Говорят, здесь все было чудесно, словно во сне, но когда я пришел посмотреть, то ничего не нашел. Возможно, все кончено. В 1968 году, когда Авода сформировалась как союз Ахдуд-Хаафода, Рафи и Мапай, две бывшие фракции, покинувшие партию ранее, как будто бы, так сказать, вернулись домой. Но на самом деле фракции партии были усилены за счет старого состава Мапай. Упадок Мапай начался с дела Лавона, когда ветераны партии ожесточенно сражались друг с другом, Абен-Гурион и Пинхас Лавон вели борьбу, готовились, как персонаж новеллы Генриха фон Клейста Михаэль Кольхаас, уничтожить партию во имя справедливости. Мапай, бывшая ядром каждого политического союза, постепенно угасла, уступив арену двум своим крыльям, которые были озабочены главным образом соперничеством друг с другом. Политическая умеренность и обостренное чувство реальности, характерные для традиционной мапай, вместе с безоговорочной приверженностью интересам общества, как их понимали лидеры партии, завоевали доверие широких слоев израильской общественности, считавших ее сбалансированной ответственной силой, могущей направить Израиль в безопасную гавань, но теперь общественность почувствовала, что партия утратила свои позиции, ее руководство сделалось слабым и разобщенным, не способным вывести страну из кризиса. В реальности 1970-х годов, с появлением нового среднего класса, состоявшего из людей свободных профессий бизнесменов и различных подрядчиков, явно ориентированных на капитализм, старые социалистические лозунги звучали бессмысленно. Попытки правительства Робина установить социальные нормы, способствующие точной отчетности по подоходному налогу и бороться с тем, что было известно как теневая экономика, ударили по среднему классу и не вызвали симпатии к правительству. Политика благосостояния Израиля проводилась для предотвращения значительного социально-экономического разрыва в израильском обществе, которое до начала 1970-х годов поддерживало по сравнению с западными странами высокий уровень равенства. Теперь прозвучали аргументы в пользу свободной рыночной экономики и уменьшения участия государства, интеллектуалы и бизнесмены требовали, чтобы социалистический этос был заменен западным либеральным духом, подчеркивающим права и свободы индивидуума, а не коллектива. Было ощущение, что авода исчерпала себя, и пришло время смены правительства. Коррупционные скандалы, потрясшие страну в те годы, также подорвали доверие к правительству. Стандарты, требуемые от правительства, изменились. То, что считалось приемлемым в первые годы, например, использование государственных ресурсов для развития экономики хистодрут, теперь отвергалось, и Израиль усвоил общепринятые правительственные нормы западных стран. Дела коррупции выявили существование старых норм, но также подчеркнули прозрачность новых норм, которых теперь ожидали от правительства. Телевизионные передачи сосредоточились на скандалах, осветили слабость правительства и выставили лидеров на посмешище, особенно в сатирическом телевизионном ревю «Никни Росх» «Прочистка головы», ставшим очень популярным. Сатира на правительственные фигуры также была одной новой, ранее неизвестной практикой. Арабское население Израиля изменило свою идентичность и психологический облик в результате встречи с арабами на оккупированных территориях. Сначала израильские арабы гордились своими экономическими достижениями, по сравнению с собратьями Западного берега, но со временем их отождествление с палестинским народом усилилось, а чувство идентичности как израильских граждан ослабло. Этот процесс получил импульс в связи с войной судного дня и резко возросшим международным статусом ООП. В период Насара среди израильских арабов был популярен панорабизм. Когда Насар умер, его оплакивали как символ панорабизма, но военные неудачи арабских государств и относительно скудное внимание, уделяемое палестинской проблеме, ослабили эту националистическую панорабскую связь, и палестинская идентичность сформировала национальный характер израильских арабов. Это изменение проявилось в том, что снизилась поддержка умеренных арабских политиков, считавших существование государства Израиль свершившимся фактом и стремившихся в него интегрироваться. Умеренные боролись за равные права и повышение статуса израильских арабов, сохраняя при этом каналы связи с властями и избегая конфронтации с ними. Большинство из них было представлено партиями, связанными либо с правящей партией, либо с МАПАМ. Теперь арабское общественное мнение воспринимало их как слуг евреев, отказавшихся от борьбы за права Палестины. Партии, связанные с еврейским сектором, отклоняли их требования. РАКАХ, новый коммунистический список, состоящий в основном из арабов, численно вырос по сравнению с МАКИ, израильская коммунистическая партия, членами которой были евреи. В отличие от ООП, требовавшей господства над всей Западной Палестиной и изгнания евреев, прибывших в страну после 1918 года, РАКАХ был верен линии Москвы, признававшей право Израиля на существование, однако он стал более радикальным. В РАКАХ старательно избегал незаконных действий и ограничивался протестами, парламентской деятельностью и публикациями. Он предупреждал о дискриминации арабского меньшинства, но на данном этапе не поощрял людей выходить на улицы в знак протеста, опасаясь потери контроля над ними, что могло привести к подавлению и демонстрации властями. Достижение равноправия было приоритетом в повестке дня израильских арабов, а поскольку РАКАХ отстаивал это в течение многих лет, его статус повысился. Арабские граждане Израиля стали более радикальными по нескольким причинам. Во-первых, демографический бум. В 1949 году в Израиле проживало около 150 тысяч арабов, к середине 1970-х годов эта цифра достигла полумиллиона. Увеличение населения создало ощущение возросшей власти. Во-вторых, поведение арабов иудеи и Самарии повлияло на арабов Израиля. В первой половине 1976 года на западном берегу прокатилась волна демонстрации в связи с повышением статуса ООП и растущей поддержкой этой организации в качестве представителя палестинского населения после саммита в Рабате. Вдобавок, в ходе муниципальной кампании, проведенной в апреле 1976 года, были избраны радикальные сторонники ООП. поселения Гусх-Эмуним в Кадуме и другие поселения, основанные правительством, также привели в ярость арабское население по телевидению. Арабы Израиля видели, как их братья с западного берега бросают камни и так называемые коктейли молотова солдат Сахала и перенимали их опыт. В-третьих, положение израильских арабов было плачевным. Представители арабской интеллигенции сравнивали себя с выпускниками университетов на западном берегу, отмечали сравнительно высокий уровень образования там и понимали, что находятся на более низком социальном уровне. С этого времени израильские арабы сравнивали свое положение уже не с тем, что было до создания израильской государственности, а с прогрессом, достигнутым в еврейском секторе. Лидеры утверждали, что в отношении арабов практикуется дискриминация в системе образования и при выделении средств на строительство классов, библиотек, мастерских и спортивных сооружений. Они также выступили против минимальных стандартов обучения, которые, как утверждалось, были разработаны, чтобы держать арабов в невежестве. Из-за этого они могли стать только рабочими с низким статусом и низкой заработной платой. Министерство образования обвинили в замалчивании арабского исторического и культурного наследия в учебных программах с целью скрыть арабскую национальную идентичность. Эти претензии были небезосновательными. Центральным вопросом пропаганды протестов раках и радикалов была арабская деревня. Хотя сельское хозяйство в деревнях значительно улучшилось, были реализованы ирригационные проекты и в дома была проведена вода, лидеры протестующих утверждали, что арабские крестьяне подвергаются дискриминации со стороны правительства, им не оказывают помощь и препятствуют взбыте продукции. Основной проблемой, которую подняли лидеры раках, была земля. В палестинской культуре земля аль-ард не просто средство производства, но символ владения. Между крестьянином и его землей существует неразрывная связь как на личностном, так и на политическом уровне. Земля эта родина. Не случайно в конце 1950-х годов в арабском секторе возникло нелегальное националистическое движение под названием Аль-Ард. В 1950-х годах государство экспроприировало большие участки земли под застройку. На протяжении 1960-х до середины 1970-х годов экспроприации не проводилось, но чувство привязанности к земле сохранялось. Ираках продвигал этот вопрос как центральный компонент местной идентичности. Летом 1975-го года появились новости о планах правительства по, так сказать, идуаизации Галилеи, которые предполагали экспроприацию части земель. Аравы восприняли термин иудаизация Галилеи как заговор, направленный на ущемление их господства в регионе, где преобладало арабское население. Для защиты земли были созданы сельские комитеты. В феврале 1976-го года появились новости о решении правительства экспроприировать около пяти тысяч акров, из которых 1750 принадлежали арабам, а остальные евреям или государству. В решении также говорилось о компенсации землевладельцам и возможности обмена земель. Но не тот факт, что экспроприация была относительно небольшой, ни попытка смягчить удар компенсацией не предотвратили последовавшую вслед за этим шумиху. 30 марта 1976-го года Комитет защиты арабских земель, возглавляемый Раках и другими националистическими образованиями, объявил всеобщую забастовку. День земли, как выражение искреннего гнева, вьющегося в душе нашего народа против политики, направленной на изгнание нас с каждого клочка земли, которым мы владеем. Во время забастовки протестующие бросали камни и канистры с горящим керосином сотрудников сил безопасности, возводили на дорогах заграждения из камней и жгли покрышки. Комендантский час, объявленный в деревнях Галилеи и Треугольника, не соблюдался. Демонстранты столкнулись с полицией и армией. В ходе перестрелок шесть арабов были убиты и десятки ранены, а также пострадало множество полицейских и солдат. С тех пор День Земли стал ключевой датой в календаре арабов Израиля, палестинцев на оккупированных территориях и даже палестинской диаспоры как символ национальной солидарности и единства целей. И с тех пор в повестку Дня Израильских арабов было включено требование создать палестинское государство наряду с государством Израиль как выражение права палестинцев на самоопределение. День Земли и связанные с ним мероприятия селили гнев сердца еврейской общественности и вызвали возмущение арабов Израиля. Но сомнительно что это помогло стать большинству и меньшинству ближе друг к другу. Евреи рассматривали арабское насилие как демонстрацию потери контроля правительством и острой необходимости увеличить количество еврейских поселенцев в Галилее. С точки зрения правительства Робина День Земли стал еще одним событием ослабившим его статус. В июле 1976 года у правительства действительно был отрадный момент когда элитное подразделение Цахала освободило заложников с угнанного авиалайнера Вентебе Уганда самолет Air France вылетел из Израиля и был угнан после транзитной остановки в Афинах а затем отправился в Уганду правитель которой Иди Амин сотрудничал с угонщиками Они требовали освобождения террористов содержащихся в Израиле Германии и других странах после нескольких тревожных дней в течение которых правительство разрешило Робину вести переговоры с угонщиками Цахал сформировал план по освобождению заложников удерживаемых в шести тысячах километров от Израиля Правительство одобрило операцию Транспортный самолет Геркулес доставил военнослужащих Цахала и миссия была завершена с очень небольшими потерями Смелая операция выполненная безукоризненно на день или два Израиль забыл о повседневных проблемах и угнетенном состоянии царившем после войны и радовался успеху операции получившей высшую степень одобрения в мировой прессе но отсрочка длилась недолго В декабре 1976 года первый самолет F-15 прибыл в Израиль и был принят государством Рабин рассматривал его прибытие как проявление теплых отношений которые он установил с американской администрацией и хотел подчеркнуть это К сожалению самолет прибыл в пятницу днем Церемония встречи с пилотами затянулась и казалось что произошло осквернение субботы министрами правительства и руководителями армии ультраортодоксальные партии выразили вотум недоверия правительству НРП теперь оказалось между молотом и наковальней в итоге большинство ее членов воздержались при голосовании в Кнессете и не поддержали правительство Рабин обвинил их в нарушении принципа коллективной ответственности которому подчинялись все министры он отправил в отставку трех министров НРП и используя голосование как предлог для распуска правительства и проведения новых выборов на которых надеялся выиграть с большим отрывом подал президенту заявление о своей отставке новое выборы были назначены на 17 мая 1977 года первоначально этот шаг Рабина рассматривался как многообещающий в свете его популярности после операции Вентеббе но все вскоре пошло наперехосяк на встрече с Рабином новоизбранный президент Картер не колеблясь публично выразил поддержку идеи так называемой палестинской родины В сообщениях прессы о встрече указывалось что предыдущие договоренности между Рабином и американской администрацией не были приняты во внимание и что президент оказал жестокое давление граничащее с оскорблением на премьер-министра В Израиле Шимон Перес снова объявил что будет баллотироваться против Рабина в Центральном Комитете Партии хотя Рабин был действующим премьер-министром Рабин снова победил в Комитете хотя и при очень незначительном перевесе что свидетельствовало о снижении поддержки была сформирована новая партия ДАСХ сокращение от демократическое движение за перемены на Иврите выражающее недовольство общества существующими партиями и руководством ДАСХ была доказательством упадка социалистического духа и подъема гражданско-либерального мировоззрения Типичная центристская партия представляющая образованный средний класс она была склеена из осколков таких партий как либеральная Схинуй смена и правая Хамеркас Хаховский свободный центр ее главная сила заключалась в списке впечатляющих фигур из промышленности службы безопасности и академических кругов ДАСХ возглавлял бывший начальник генерального штаба Игаэль Ядин ныне профессор археологии еврейского университета в Иерусалиме Ядина некоронованного принца израильской политики не раз просили присоединиться к той или иной партии в качестве лидера но он оставался темной лошадкой поскольку никогда не ввязывался в политические игры ДАСХ казалось привлекательной альтернативой Аводе звезда которой померкла Рабин преемник старой гвардии не смог убедить израильскую общественность в том что является настоящим лидером способным противостоять вызовам с которыми столкнулась страна ДАСХ с его впечатляющими опытными фигурами в важных областях силовых структур экономики и политики похоже обладала сильным лидерским потенциалом оно предлагало умеренно либеральную с точки зрения гражданского общества программу и умеренно активистскую с точки зрения безопасности опросы показали стремительный рост его очевидной поддержки со стороны избирателей в добавок ко всему в марте 1977 года Робин оказался замешанным в скандале связанном с банковским счетом в долларах который его жена продолжала держать в Вашингтоне округ Колумбия после того как он завершил свой срок в качестве посла в Соединенных Штатах валютные правила Израиля в то время запрещали израильтянам иметь счета за границей решив поддержать жену Робин снял свою кандидатуру и был заменен Шимоном Пересом так израильская политическая система подошла к выборам 1977 года Rach세요 Редактор субтитров Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...